Наркотики в IT. Любопытное извращение из мира IT. Браузерное разнообразие касается каждого из нас. Браузерное разнообразие касается погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Или как именно чуваки, которые будут петь, они распевают. Мне кажется, футболисты в наушниках чисто для рекламы все. Нет, но они бывают просто в белых Apple-ских наушниках сидят. Ну, то есть, не нарочито в них сидят. То есть, это такое. Прикрывают вот этот логотипчик, вот так, ручкой чуть-чуть. Так там, ну что-то на AirPods есть какой-то логотип разве. Что-то на Beats Audio не видно, что ли? На Beats Audio-то да. Ну, подожди, я вот ни разу не подумал, что это именно реклама. Это сколько аж я жил-то зря. Пока не знал этого. Надо тоже теперь в какие-нибудь наушники написать? Слушайте, мы тут стримим, короче. Давайте я в ваших буду сидеть, типа я просто настраиваюсь. Ладно, в общем, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн». Выпуск у нас уже сегодня номер 188. На часах 18 декабря, без 10.12, мы, как обычно, выходим в VR, все классно, с вами Тихий. И грубый, хотел сказать. И рутбой. Да. Ну, короче говоря, добро пожаловать, как обычно. Мы с вами из Челябинска ведем эту радиопередачу про IT, веб и вообще, и про нас. Вот так вот. Если у вас есть чем поделиться, можете нам написать на work.subakayuwebdesign.ru. Особенно, если у вас есть поделиться деньгами. Ну, как один из вариантов, да, самый распространенный. Обычно нам пишут именно по этому поводу. Чуваки, у нас есть деньги, у вас есть... У вас есть наушники. Вот да. Ну, короче, вот да. Мы бы сейчас можем без лишних, так сказать... Прелюдии, хотя прелюдии уже и так достаточно, мне кажется, разогрели нашу толпу. Ну, да, в общем-то, разогрели. Врываемся. Сегодня с православного Firefox будем все показывать. На самом деле, вот вы ржете-ржете... Подожди про Firefox. Вот вы ржете-ржете, мы тут сто раз про рекламу сказали, про бабки сказали, а первая тема у нас достаточно анархистская, я не побоюсь этого слова. Она достаточно, как тебе сказать, даже не то чтобы анархистская, она такая против рынка. Против невидимой руки рынка. Она вообще против системы, я согласен. То есть против прогресса, уже знаю, бредить. Но нет, с учетом того, что мы... Против регресса, наоборот. Это правда, это правда. Zeldman.com, это... Я уже с его блога видел статьи, я не знаю... Но ты открыл на Firefox его, правильно? Да, конечно, конечно. Я сейчас прямо на Firefox сижу и не тужу. Вот. Почему Zeldman.com? На самом деле, я эту статью видел и на хабре. Как перевод. Но я решил, что зачем? Мы же оригинальные пацаны. Тем более, здесь такая энергетика, это должно просто быть именно... В оригинале. Да, да. Бред, конечно, никакой здесь энергетики. Нет обычных вайн. Ну так вот. Короче говоря, Zeldman нам пишет о том, что браузерное разнообразие, на самом деле, начинается с нас. Он здесь в шапочке. И я вот этот логотип я миллиард раз видел. То есть он достаточно известный чувак, там примерно как Эрик Мэйер, я не знаю. Ну, реально известный чувак в вебе, в Open Web. Так. Мне нравится, что у него, кроме даты, на бложике еще написано 9am America New York. Это изюминка. Мне нравится. Я не знаю. Это в смысле, что именно, что он именно в точечном городе? Да, да, что он оттуда пишет эту статью. Я не знаю, я сейчас зайду к нему на Глагни. У него все из Нью-Йорка? Ну да, у него почти все 9am или 10am, но есть PM чуть-чуть. Так это зашитое, это статичное просто написание. Может быть, кстати, и да. Но он, короче, в Нью-Йорке живет, и на выезде он, похоже, давно не был, потому что... Но согласись, согласись, короче говоря, идея прикольная. Это просто необычно, как минимум. У него этот блог с 1995 года. То есть он, короче, он давно здесь сидит. Он давно здесь сидит. Что, собственно, и понятно по контенту. Он обращается ко всем разработчикам, дизайнерам и стратегам, именно важно, тем, кто играет в Command & Conqueror, видимо. Так. Их имеет в виду. Вот что вы, говорит, можете сделать для здоровья веба. Вот это. Я люблю очень вот эти метафоры, когда ты применяешь практически оксюморон. Ну, это не оксюморон, конечно, потому что веб по умолчанию не здоров, да? Нет, потому что вообще про веб говорить здорово или не здорово, это как-то странно. То есть это не живое существо, чтобы там заботиться о его здоровье или что-то такое. Поэтому, ну, мне всегда нравятся такие совмещения несовместимого. Это прикольно. Так вот, он говорит, что вы можете сделать? Тестить сайты в Firefox. Да, говорит, мы должны просто, говорит, себе зарубить на носу, что для того, чтобы сохранить веб-стандарты, для того, чтобы все было классно, мы должны тестировать нашу работу в каждом подчеркнутой со звездочками браузере и в устройстве, на котором мы можем. Да, да, и еще раз да. Что, типа, сейчас здоровье Firefox в критическом состоянии, у него здоровыч какой-то. У него в пиздец-то здоровье. Здоровье Firefox, говорит, вообще сейчас в критическом состоянии, потому что Chromium уже становится дефолтным, так сказать, вебовским движком для рендера де-факто. Ну, то есть, потому что, напомню, для тех, кто не в курсе, кто не смотрел наш предыдущий выпуск, в 187-м мы рассказывали о том, что Microsoft в своем, в своем, в своем Edge перешло с двигана Edge HTML на Chromium, ну, плавно переходит, то есть, не то, чтобы у всех завтра вы открываете свой Windows 10 и у вас Chromium под капотом. Ни хрена подобного, я думаю, это там еще будет хрен когда. То есть, это стратегическое решение, они такое приняли, а когда они это запилят, это пока непонятно. Ну, наверное, у них есть какие-то сроки, просто пока они их не обнародовали. В общем, да. Хоть, говорит, вы и любите Chrome, хоть вы пользуетесь, любите Gmail, там, и живете в Google Doc'ах и в Google Аналитике, ни одной компании не позволено быть, особенно рекламному гиганту, не позволено контролировать интернет. Что, типа, разработка вообще всех стандартов доступности происходит только тогда, когда есть какие-то такие организации типа V3C, там, кросс-браузерный, девайсовский тестинг, и это часть каждого проекта. То есть, если мы в каждом проекте все тестим везде, только тогда у нас полная accessibility. То есть, как минимум, он еще боится, что на большом количестве, на большом пуле устройств, которые уже существуют, скорее всего, все отвалится. Потому что... То есть, он здесь не ратует именно за Firefox, он ратует за то, что, несмотря на то, что Chromium реально становится стандартом де-факто, не нужно забивать на все остальное, потому что иначе мы рискуем навредить большому количеству людей, у которых старые девайсы, старые браузеры и так далее, и тому подобное. Потому что просто все начнут тестить только в Chrome, и по умолчанию все везде перестанет работать. Все начнут... Имеется в виду, смотри, люди будут заходить с Firefox, типа, как бы хотят сидеть на Firefox, но будут видеть кривые сайты, плохо сверстанные страницы, потому что никто не проверял в Firefox. Они будут уходить с Firefox, узнают, что в Chrome-то хорошо выглядит. Соответственно, Firefox совсем потеряет долю своих вот этих вот, там, директора, его жену, как бы, вот этих людей. Вот, да-да-да. То есть, это все, это все может закончиться реально печально, как в Half-Life 2 с City 17 будет только Ларри Пейдж и Сергей Брин вместо... Я не помню, как звали чувака в Half-Life 2, который злодей. Ну, который, на самом деле, он просто, так скажем, наместник. То есть, он же сам-то не комбайн, он реально человек. Вот. Ну, этот дед-то седой. Я понял, да. Ты должен мне сейчас сказать, но это ты... Я не помню как. Я помню только Джимена, к сожалению, и все. Он не злодей. Но я Илая помню, это который отец Алекс, которого еще убивают. Да, я тоже помню. Он добрый. Он добрый. Но просто он знаком с этим седым чуваком, они работали вместе. То есть, там именно по драмам все еще как бы... Ну, да. Там все кореша, все коллеги, да. Мы не враги, там, бла-бла-бла. Насрать. В общем, короче говоря, если Google придет к единоличной власти, будет все это контролировать, так сказать, незримо, вот, то это полное говно. Поэтому, особенно, говорит, давайте мы вспомним, как это было, когда девелоперы тестили только в шестом ИЕ. К чему это привело? К тому, что даже там все работало очень плохо, потому что он не развивался, и все было вообще не очень. Ну, он говорит, что... А я-то, говорит, еще помню и в Недскейпе, когда было. Когда был только Недскейп, и там было то же самое. То есть, говорит, это... Ну, остановитесь, он говорит, как бы нам, как Янукович, и говорит о том, что так нельзя, потому что это неизбежно ведет к провалу. Вот. Он говорит, даже, говорит, не думайте, что нужда тестить на телефонах нас спасет, потому что там тоже хромиум в основном доминирует. Ну, видимо, реально доля андроид-трубок сейчас... Трубок. А, ну да, трубок. Да, многие и на iOS-трубках на хроме сидят. Хотя, конечно, это хромом не назвать на iOS-трубках, но они почему-то думают, что именно с хромом надо смотреть, хотя это тот же самый Safari. Ну, это да, это... Это... Непрофессиональные люди. Короче говоря, я думаю, этот чувак не такой. Я думаю, он прошарил. И я думаю, реально, если посмотреть сейчас по рынку, то андроидных девайсов все равно там 70%. Нет, ну, конечно, конечно. Это, я думаю, да. Особенно с учетом того, что там какой-нибудь второй андроид все еще где-нибудь есть у кого-нибудь. 2, 3, 4 или какой там был второй, последний. Еще там году, наверное, в 2010. Хотя, может, и раньше. Неважно. В общем, говорит, телефоны нас не спасут. Надо тестить вообще везде. На всех девайсах, на всех браузерах. Потому что, да. Я быстрое замечание сделал. Вдруг у нас есть докопы, так скажем. То вообще-то, короче, раньше в андроидах, да и, по-моему, в каких-то и, может быть, сейчас. Ну, сейчас нет. В последних андроидах точно нет. Но до какой-то версии андроида, андроиды были со своим браузером, который назывался браузер. Я помню, да. У него, типа, планетка просто бывает, полосатая, как Google Earth. И Chrome надо было отдельно ставить из Play Market. И это тоже, знаешь, вот этот браузер, его использовалось только для того, чтобы скачать Chrome. Ну, типа, условно. То есть, там не из браузера скачивалось. Сейчас, конечно, это смешно. У тебя там вживлен уже Chrome максимально. Да, там, наверное, уже Google Play на самом деле на Chromium, а не на нативной джавовской хреновине. Ладно. В общем, ну да, он говорит, что когда одна компания решает, какие идеи достойны поддержки. И в смысле, идеи сообщества, типа, давайте внедрим там WebRTC новый какой-то. И Google такой, и все. И это не получает поддержки, и все. Это полное говно. То есть, это начинается стагнация, и не работает никакое соревнование. И просто, говорит, Google в этот момент может просто некоторых людей лишать работы. То есть, они знают, что вот этот чувак все время работает над этой технологией, и они в конце зарубают все. Чувак как бы идет с протянутой рукой практически. Ну, тут прямо на полной серии так написано excluding people from digital experiences. То есть, некоторые, ну, то есть, и мы как пользователи от этого тоже страдаем, потому что разнообразие используемых технологий сужается и сужается. Как же, говорит, нам бороться, и особенно нам, кто, ну, у кого, типа, нет власти, он говорит, ну да, мы можем только кросс-браузерным тестированием заниматься, максимально, говорит, во всех проектах, в больших, в маленьких, говорить всем коллегам, боссам, клиентам, что мы тестим везде, и это важно, и да, и мы, говорит, даже когда показываем какие-то проекты, и так далее, показывайте, говорит, в Firefox вместо Chrome, просто как супер нечетенькое напоминание, что вообще есть и другие браузеры, и некоторые из них даже классные. Ну, тут в скобках написано, что, и не забывайте о том, что в Firefox очень крутые инструменты разработчика, и там, типа, все классно. Ну, я в данном случае сейчас тоже открываю этот инструмент разработчика для наших зрителей. Ну, как бы это, я не сказал бы, что это уж очень какая-то критическая. Не видали? Ну, нет, я имею в виду, что кто-то нас опять раскритикует, типа, вот, у вас нет топ-аудио-контент, у вас же подкаст, какого хрена вы там, типа, показываете что-то уже в первой же темке, потому что должно же быть аудио-фест и все такое. Вот. А кто этот мальчик вообще? Кто он сказал? Кто это сказал? Ну-ка, приведите его ко мне. Это банан был. То есть, ты можешь... Я говорю, мальчик, я говорю, мальчик, а не, так сказать. Да. Я пытаюсь просто сейчас найти, где здесь вот эта их 3D-штука-то, и не могу, не знаю, где это. А, ты хочешь WebGL хреновину открыть? Ну, я не знаю, на чем она у них реализована, там именно 3D-дом-дерево. То есть, когда ты смотришь... Да, я понял, я понял, о чем ты говоришь, да. Я его как-то видел, включал, и почему-то нет. Показать свойства дома. Блин, теперь тоже хочется, на самом деле, на Firefox больше сидеть после этой статьи. Как-то грустненько стало. Ну, вот, да, и то есть, он пишет, что, потому что разнообразие, это хорошо не только... так же хорошо для веба, как хорошо для общества. А это же хорошо, когда есть и кола, и пепси. Потому что и другие держат, так скажем, марку, и все хорошо. Причем, и SD-шную марку. Ладно, все. Об этом попозже чуть будем. Об этом, тот факт, что уже хочется. Уже... Нет, хочется правда, просто я боюсь, что по работе, если больше сидеть на Firefox, можно случайно упустить какое-нибудь дерьмо, потому что все-таки, опять же, большинство людей сидит на хроме, и если я что-нибудь не замечу в хроме, то это будет, ну, файл. А на Firefox все классно будет. Ну, типа... Он-то как раз и говорит, что надо везде смотреть. Мульти-супер-тест. Ну, это же... Ну, в общем, надо попробовать как-нибудь перелезть на хром. Ой, фу. Нормально сейчас, бро, и ты хоп, у тебя из черепа лави пейш, по Волан-де-Мора, тут сзади затылка лазит. Как-нибудь попробовать на хром, а потом на эш перелезть попозже, когда... Нормально, да. Ну, в общем, чего и всем, собственно, желаем, потому что я просто на работе сталкивался с тем, что в Firefox что-то отваливается, и нам тоже сказали, вы что, чуваки, не тестите в Firefox, что ли? И мы как бы такие, ну, блин, вот пока еще нет. И типа, вот мы сейчас хроме доделаем, да, и будем делать в Firefox, ну, не, ну, как бы, ну, надо, это все равно рынок, это надо, это чуть ли надо не вплоть до 9-го Е, ну, как бы вот настолько. То есть, есть люди, которые действительно это понимают, и, наверное, это даже и неплохо. тестить везде надо, я смотрю это везде, суть не в этом, суть в том, что на хроме ты прям все вылизываешь, ты же как бы, как на основной системе, это всегда так, это вот как на прошлой работе у меня iOS, и приложение, которое я тещу на Android и iOS, соответственно, на iOS намного лучше, я его знаю, намного лучше оно оттестино, потому что просто это main ось, которая у меня есть, я просто на ней всегда что-нибудь подсматриваю, посмотрю там, что-то надо глянуть по быку, все замечаю там. И, соответственно, в хроме ты тоже все вылизываешь, все замечаешь, понимаешь, да? А так как у тебя Firefox не main хрень, ты в ней как бы просто так, знаешь, не откроешь чего-то. То есть просто так случайно чего-то не заметишь. Вот из-за этого и становится. Нет, конечно, смотреть-то везде, но вот именно вот главная хрень, которая у тебя стоит, на чем ты пользуешь, это самая тема как раз. Я просто сейчас смотрю, вот, например, Vue.js DevTools есть для Firefox или нет? На самом деле есть. То есть и для Firefox и для хрома он есть. То есть я могу на полном серьезе именно для работы использовать Vue.js. Фу, блядь, все уж. Хром. Это можно сказать в конце. Эван Ю тоже сзади с затылка вылез в этот момент. Для работы использовать Firefox, я не имею в виду. Мы что-то, видишь, мы даже не можем говорить это слово. Оно настолько архаично, что... Не поворачивается вообще язык. Это еще, знаешь, сразу, вскрывается, что я говорил перед этим, что вот, я там в поликлинике сильно на Firefox. Кого? Уже все, уже даже не можешь проехать. Тот, кого нельзя назвать. Вот это про Firefox, да. Тот браузер, который нельзя использовать. Ну, короче говоря, раскрыли тему, я считаю. Можем двигаться дальше. Раскрыли, раскрыли. Как преступление, раскрыли. Вот. Но перед движением дальше у нас для вас есть новогодний подарок. Я бы даже так сказал. Причем, я бы, знаешь, хотел начать с ним, знаешь, как говорить о том, а вот ты, Никита, вот что бы ты, я не знаю, подарил кому-нибудь на Новый год? Мне бы что-то на Новый год подарил. Тебе бы что я подарил? Да. Слушай, вот, мне кажется, ты вот не высыпаешься до свидос. Вот есть у тебя такие проблемы? Я бы тебе, знаешь, просто подушку подарил, но, знаешь, вот длинную подушку, чтобы ты очень много высыпался. Так, я знаю, что модные сейчас длинные подушки. Причем, они еще, знаешь, их между людьми делают. Как будто это именно разбивание семей, и вот эти длинные подушки, это что-то такое. Вот, я бы тебе 2D-тян там напечатал, да, и как бы подарил бы тебе на НГ. Это же, по-моему, это вообще, вот я сейчас подумал, это супер лучший подарок вообще, который может быть человеку, который много сидит за компьютером. Он же по-любому не высыпается. Он же будет рад этой подушке, как не знаю чему. Ты думаешь, только из-за подушки не высыпается? Ну, согласен. Хотя бы эту потребность можно удовлетворить. Ну, смотри, давай так подумаем. А вот Новый год-то уже на носу, уже же вот 2 недели осталось. И что? Надо же еще найти вот такой сервис, который быстро напечатает 2D-тян на подушке. Ну, я согласен. Я бы вот даже не знал бы, что делать, потому что просто дефолтную купить это тупо. Ну, типа, хочется же какую-то кастомную. Что-нибудь тебе именно твое напечатать? Магазин твое просто, да. Это не реклама, к сожалению. Так вот, в чем суть? Я тебе сейчас открою секрет вообще, как можно решить твой вопрос. Ну, давай. Есть такой сервис InstaLook. Причем я тебе, как челябинцу, скажу, что это прям вообще твоя палочка-выручалочка будет. Я продолжу журналистскими штампами говорить. Потому что они в Екатеринбурге находятся, эти ребята. И они... Почему InstaLook? Insta от слова instant. Мгновенно. Потому что они на полном серьезе тебе это сделают в прекращающие сроки. То есть до Нового года ты уже успеешь пять раз раздуплиться, чтобы это все заказать. Тебе это привезли и так далее. То есть это останется уже только на совести с ДЭКа и других курьерских служб. Потому что ребята работают нереально быстро. И вот ты мне сказал подушки, да? То есть здесь есть у них в каталоге подушки. Кстати, такая подушка, которая ты говоришь, называется обнимашка. Нихрена. Я даже не знаю. Я думал, она так и называется. Длинная подушка с тян. Есть обнимашка U-формы, C-формы, J-формы. Нихрена. То есть там много разных. В U-форме можно прям лежать. В U. JS есть формы? Ну, там много форм можно сделать разных, да. Обнимашки в C-формы – это такая штука, как, знаешь, в самолете, который ты на шею делаешь. Да, да. Вот такая же, только гигантская. Можно там всему в ней расположиться. На огромную шею. Уже на тещину шею, знаешь, начинающую. Тут именно, да, судя по всему. Там причем еще разные ткани. То есть там есть именно дефолтные, как ты говоришь, которые скучные. Но ты просто, видишь, когда говорил, что скучные, ты не знал, какие тут у них принты есть дефолтные, классные. Там есть именно паттерны всякие с ночными тематиками. С ночными эльфами. С ночными горшками, я хотел сказать. С ночной тематикой. Там полумесяц, звездочки, луны. То есть вот обнимашка J-форма, в нее как в рогалик можно тоже завернуться. То есть это... Кстати, миссионерская подушка-обнимашка I-форма, то есть просто длинный банан, как ты говорил, она самая дешевая. Блин, ну надо брать, я считаю. Надо брать. Но подожди, у них же там магнитики есть. Самое-то что дефолтное? Да слушай, у них что-то нету на самом деле. То есть самое дефолтное – это шоколадки. Это именно шоколадка с принтом. То есть причем, опять же, ты понимаешь, что кроме того, что можно коробочку из 28 шоколадок заказать, причем ты можешь шокопазлы даже из него сделать. То есть тут чуваки, они на самом деле настолько все это продумали. То есть у них пазлы и в магнитиках, и в шоколадках это есть. Кстати, есть куча примеров работы на сайте. То есть нет такого, что вы такие, блин, вроде вот хочется, а как будет, непонятно. Здесь прям примеры реальных работ практически с подписями людей, что типа, чуваки, вот там, кто там, я не знаю, давай посмотрим. Полина Кочеткова вот такой вот шоколад заказывала, и у нее все хорошо теперь в жизни. Да я больше скажу, там наш пример даже есть, понимаешь? Да, наш пример мы тоже сейчас покажем. Просто ты спросил про дефолтное, я показываю шоколад. Здесь есть просто бомба, я считаю, это хит. Хит должен быть. Это шоколад Аленка, и там можно любое лицо вмонтировать в косынку. Ни хрена. И подпись сделать там не Аленка, а Никитка. Или Полинка. Ну, просто здесь вот как раз для, видимо, опять же, для Полины Кочетковой заказывали. Полинка здесь есть, ну и там какая-то девочка, видимо, ребенок, которому это... А можно хромиумка сделать и логотип хрома? Лучше лисонька тогда уж. Ни хрена себе. И логотип Firefox. Это, кстати, вам бесплатная идея, чуваки. Если у вас девушка, жена, муж, веб-евангелист, то это стопудовая тема. Можете нырять по ссылке в описании. Кстати, сразу скажу, что по промокоду uwebdesign вы получите 7% скидку до конца года. У вас еще целых... Давай попробуем посчитать, когда выходит подкаст. Подкаст выходит в пятницу, мы пишем во вторник. Значит, у вас еще целых 9 дней. Короче, у вас дней 10 точно есть? 9 дней. Да, примерно. Это более чем достаточно. Промокод uwebdesign, да. Да, чтобы успеть просто себе шоколадную жизнь устроить на все новогодние каникулы. Шокопазлы, я считаю, это просто катастрофически круто. То есть, это прям балдеж. Что касается магнитов, да. Кстати, ну не только магнитов, сейчас все расскажем. В магнитах, в примерах работ, есть наши магниты uwebdesign. Это лимиточка, между прочим. Их всего 24 штуки, других таких нет ни у кого. И не будет никогда, я думаю. Я надеюсь, вы не догадаетесь сами скачать наш логотип где-нибудь себе... И распечатать. И распечатать его, да. Потому что это запрещенный прием. Так вот, эти 24 магнита мы будем даже разыгрывать еще между вами, поэтому не забывайте про инсталук. Я думаю, разрыгивать мы тоже будем. Разрыгивать, это точно, это да. Не забывайте, да, про инсталук. Вы крутые и... Блин, знаешь, что я вижу самое главное? Хрен с ними с шоколадками, хрен с ними с подушками. Шторку. Вот шторку, короче, в ванну. Это реально... Знаешь, что проблема? Я в Икеа брал шторку для ванны. Так. И там такие бринты беспонтовые. Насколько уж Икеа, насколько там шведы, хренеды, да. Но все равно они что-то так не умеют красиво делать. Можно самому реально попросить кого-нибудь или самому задизайнить круто шторку себе. Просто большой логотип Firefox, опять же, за хреначить. Вот это, в натуре, прикинь, шторка с Firefox. Это просто лучшее, я считаю. У пацанов заказать с инсталукой, да еще и со скидкой 7%. Это идеально, я считаю. И Дэну Абрамову отправить. Да, да. Но там придется с радужным флагом, правда, делать. Ну ладно, неважно. Это с радужным Firefox. Но вот согласен, я думаю, ему прям понравится. И да, ты прав. Это настолько, знаешь, такая штука, казалось бы, нетривиальная. Но ко всем заходишь, у всех одинаковая полосатая шторка просто есть. Или со звездочками, опять же. А здесь суть инсталука даже не в том, что ты можешь одну большую фотку Firefox сделать. Представляешь, какое надо качество. Ну хотя они есть в SVG, я думаю, это не проблема. Бесплатные идеи, напоминаю, вам дарим для подарков. Так вот, можно коллажи делать. Причем разного формата. То есть тут можете пощелкать пять разных вариантов. Честно от себя скажу, мы же тут честно сидим, правильно? Конечно. Коллажи, коллажи говно. Вот говно. Ну выглядит как просто быдля. Ну какие коллажи? И вот SVG-шное, логотип Firefox, это мое мнение, было бы намного приятнее, чем коллажи. А я считаю, что ты просто поленился и не придумал, как можно именно вот этим вот сегментацией какую-нибудь одну большую фотографию, разделив ее на сегменты, как-то это обыграть. И обрыгать, естественно. То есть по парт какой-то сделать. А, одинаковую фотку много раз. Либо одинаковую фотку много раз. Либо как-то сочередовать большую, маленькую, одинаковую фотки там в полушахман. То есть ты видишь, ты просто не... Да и... Ты просто не творчески подошел к этому вопросу, а я буду защищать ребят из инсталута до конца. А ты будешь коллаж делать, да? Я уверен, что они с 2013 года им доверяют, на секундочку. На улице еще раз в доме 56, в офис 2 они находятся. Работают с нуля до 24. Ты понимаешь, это круглосуточно, кругло-мазафакин суточно. Потому что 25 на 8 ты будешь работать, если захочешь такого качества продукт выпускать. Если захочешь всем подарки к Новому году успеть раздать. Вот именно. Это, кстати, вот тоже. Вот ночью ты сидишь, допустим, ты, наш слушатель из Екатеринбурга. И ты ночью максимум можешь цветы и суши заказать. И то не все. А теперь еще и шторку. Погоди, но они же в Москву доставляют. И в Питер доставляют. Хоть куда они доставляют, конечно. То есть тут если перейти на доставку... А стоп, а кто, если слушатели из других стран? Например, за границу. Могут они? Я думаю, что эти вопросы решаемы. Я думаю, что это все можно сделать. Просто за какие-то 50% я готов переслать в любое другое место. Ладно, неважно. Суть в том, что зонты еще есть. Ты представляешь, насколько вот все со скучными черными зонтами ходят? Или знаешь, недавно был тренд... А ты коллажик, да, хочешь там сделать? На зонте. Вот именно. А можно наконец-то зонт с коллажем сделать с котиками просто. Блин, я случайно увидел, что реально люди делают с коллажами зонты. Ё-моё. Причем опять же... Чехлы для телефона с коллажем. Ё-моё. Да ты просто знаешь, это люди без фантазии это делают так скучно. А представляешь, из-за логотипов Единой России сделают, а? Как? Перемежаясь с другим логотипом какой-нибудь противоборствующей компании. Вот именно. Это зонт дружбы будет называться. ЛДПР и Единая Россия. Хотя это одно и то же, по сути, поэтому надо что-то другое как-то. Вот, лица Путина и Навального на одном зонте. 16 фотографий Путина, 16 Навального. Нормально, нормально. Или, может быть, наоборот. Сколько? 31 фотографий Путина и 1 фотографий Навального. Тут можно кубить. И каждый раз искать её. Как найти Волда. Одного Волда сделать, а всё остальное Никиту. Нормально, нормально. Мне нравится. Я говорю, тут можно кубики распечатать. Это для тех, у кого пресс всё ещё не накачался. Можно кубики распечатать. Книжки. Ну, короче, чуваки, это просто вот... Я думаю, что все, кто послушает и посмотрит наш подкаст, должны как минимум перейти и просто полистать ради идей. Бесплатные идеи для подарков. Это круто, это круто. Кстати, я не буду открывать, так сказать, секрет. Нет, что ещё мы, кроме магнитов, потом разыграем для вас всех. Потому что это бомба должна быть, я считаю. Я думаю, за неё передраться должны. То есть, ну, правда. Ой, ладно. В общем, шторку коллажную я... Куп я. Шторка коллажная изменяет тебя. Это максимально фриковое дерьмо будет, конечно. Нет, нормальная тема, нормальная тема. Подведя итог, подведя черту, я бы даже сказал, вот этим клишированным словом, значит, я ещё раз скажу, что instaluk.ru заходите, там можно использовать промокод uwebdesign при заказе. Это вам даст 7% скидку, абсолютно классно. Это практически уже и бесплатно будет вам шторка ваша. Соответственно, у нас всё написано в описании к видео. Так что вы, я думаю, не запутаетесь. Если что, Ctrl-C, Ctrl-V, оттуда промокод. И всё, и всё. И дарите своим любимым, близким. Возможно, тёщи как раз таки. Да, наслаждайтесь тем, что вам это привезут уже скоро. Это первое. Второе, наслаждайтесь качеством материалов и печати, потому что я эти магниты уже держал в руках. Это хорошая шершавая фотобумага, не глянцевая, а именно матовая шершавая. Она не выширкается, как обычные магниты со свадьб или что-то ещё. Блин, они реально охренетительные. Кстати, можете себе на свадьбу заказать здесь магниты. Ну и скала же, естественно. Так что это круто. Это круто. Я, кстати, когда ты сказал «подведя черту», я сразу вспомнил. Единственная фраза, которую я вспоминаю, когда говорят слово «чертает», мне нравится в тебе только одна черта, как это разделяет твою задницу на две половинки. Вот тут то же самое. Да? Хорошо, хорошо. Чё, пойдём дальше? В принципе. Погнали, да, погнали дальше. Следующая тема у нас это Яндекс.Телефон. Казалось бы, у нас как будто, знаешь, сегодня маркетинговый подкаст, но, к сожалению, Яндекс.Телефон и вообще Яндекс про нас не знают, поэтому. Будем спокойно говорить то, что хотим. Хотя мы всегда говорим спокойно. Я вот только что сказал, что мне, например, коллажи не очень нравятся. Встречаем Яндекс.Телефон теперь официально. Статья на хабре. Я, знаешь ли, заморочился. Хотя, казалось бы, не к этой теме надо заморачиваться, но заморочился. И посмотрел ещё недавний видос от Вилсакома, обзор на Яндекс.Телефон. И поэтому я буду добавлять немножко, вкраплять. Скорее даже я буду вкраплять со статьи, а полностью буду по ролику говорить. Потому что там, ну, более приземлённо, чем здесь. Здесь, конечно, очень круто, потому что, во-первых, это блок Яндекса на хабре. Ну, во-вторых, его написал пользователь с ником Барак Адама. Да, Барак Адама написал. Вот, Адамка-обезьянка, так сказать, для нас написал. И, в общем, здесь, естественно, очень сильно хвалят и говорят о плюсах Яндекс.Телефона. Здесь нельзя отнять у них. Очень хорошо в своём же блоге Яндекса пишут хорошего о телефоне. Да, недавно вышел телефон. Здесь объясняют, почему конкретно вообще нужно было делать телефон и именно железку саму по себе. То есть, они напирают на то, что вот вообще-то помощник голосовой, помощник Алиса, которая есть у Яндекса, мы знаем, технология, это такая крутая хреновина, для которой хотелось бы сделать отдельную железку. Почему отдельную железку? Потому что, да, можно Алису скачать на любой свой там на iOS девайс, на любой Android девайс и типа пользоваться. Но не все девайсы так хорошо дружат с Алисой, чтобы она понимала всё классно. Ну, ты понимаешь, нужна железка отдельная, чтобы Алиса жила в ней и могла все сервисы сразу брать и открывать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп там. Яндекс.Погоду открыть, это то сделать, всё сделать. Короче говоря, для этого сделан специально Яндекс.Телефон. Короче, Яндекс.Телефон, это, чтобы ты понимал, я просто боюсь сильно забежать вперёд или что-то упустить, поэтому ты мне, если что, задавай наводящие вопросы, если ты увидишь, что я прям перескочил что-то случайно. Короче, Яндекс.Телефон, это Android-телефон на базе Android 8.1, то есть современного Android. Яндекс.Телефон на Android. Яндекс.Телефон сама по себе прошивка Яндекса. Это называется лаунчер у них на их андроидовом языке. То есть поверх андроида есть лаунчер Яндекса. Практически экзешник Яндекса запустили. Вот. И, короче, он крутится. Как ты рассказывал, что ты делал лаунчер для игр, когда на Дельфи ходишь. Да, да, да. Ты же, сад, Яндекс.Андроид запускаешь просто и всё. Пацаны из Яндекса на Дельфи и экзешник написали. Короче, запускают оттуда Алису, значит, она у них там крутится. Короче, этот телефон стоит, я сразу скажу, 17 990. Короче, 18 кассиков. 18 тысяч рублей он стоит на нашем рынке. Соответственно, имеет там все колл... Я не буду говорить, всё равно никто... Точнее, мы с тобой не понимаем, а те, кто понимают и так знают, там, Snapdragon и 600 какие-то там и так далее. Мы это не знаем ничего. Qualcomm и хреномы. Короче, а дефолтный телефон, вот опять же, отсылаясь к велосокомовскому ролику, примерно за 14 тысяч рублей. То есть, за 14 тысяч рублей стоит он, напоминаю, 18 тысяч рублей. Значит, здесь что говорят на хабар... Эм... Эм... Посте. На хабар-посте что говорят. Говорят, у нас Алиса, значит, она всё может управлять. Управлять всеми способностями вашего телефона. У нас так круто. У нас теперь справочник Яндекса внутри телефона. У вас вот нет в вашем iOS, в вашем Android справочника классного. А у нас суперсправочник от Яндекса встроен. Яндекс же много чего знает. Он, видишь, на русском рынке это сильно пророс. Соответственно, в России использовать Яндекс.Телефон, вот, в плане, например, как телефон, как звонилка, да? То есть, он знает все, там, организации в городе, которые есть в справочнике. То есть, ты спокойно можешь набрать не просто тебе сначала пойти, там, в дубльгиз, узнать телефон, там, твоей любимой пиццы, например, а сразу написать у себя в справочнике «пицца». Он тебе выдаст, какие он пиццы знает, и позвонить сразу, прямо из справочника, понимаешь? Значит, он может вместе со справочником определитель номеров у него есть, замечательный, который по базе, специальной базе, которая собирается на андроидах в приложении Яндекс, по этой базе может вам говорить, если нежелательные номера, если неизвестные звонят вам, то прям видно подозрение на спам, где, если вам какой-нибудь опять очередной банк звонит, всякое такое, то есть, определительный номер очень классно работает, прям, говорят, когда коллекторы, возможно, даже когда военкомат, говорят, то есть, будет незаменимый телефон в какой-то период вашей жизни, да. Клавиатуры Яндекса, они очень хвалятся тем, что у них классная клава, очень классный подбор слов, вот в этом вот, не помню, как он, интеллидженс, там, вот этом поиске, короче, модном. Он, значит, очень круто предлагает, если вы случайно опечатываетесь, он даже не ждет, он за вас исправляет прям буквы, он прям видит, что вы случайно вместо мягкого знака в слове «приятель» в конце вместо мягкого знака сначала «б» нажали, и там «приятель» «б», но на самом деле он меняет, и прям, да вы даже не замечаете, он за вас уже пишет там. Мне кажется, придется отключать такую функцию, потому что какой-то соприятель бы все-таки. Да, значит, ну здесь дальше рассказывается немножко про железо, как я и говорил. Они, тем не менее, несмотря на то, что китайский аппарат куплен просто заказом у китайцев, как опять же говорит Вилсаком, ну я не знаю, так это или нет, но это сейчас вообще практика нормальная абсолютно. Чуваки просто в Китае заказывают партию телефонов с определенным железом, с определенным дизайном, и китайцы им собирают эти телефоны и не парятся вообще. Вот, соответственно, там есть NFC, я просто скажу, что не у многих китайских телефонов есть NFC, там есть NFC, горилла глаз. Возможно, когда делали в Китае, они контрабанды их ввозили туда, чтобы не узнал, кинчанин, ты уже думаешь по бреду, что есть кинчанин. Да, и там Бобук на повозке вез это все, их обстреливали там, они NFC эти везли, короче. Отпечаток пальцев, все есть, значит, это все есть. Такой дефолтный телефон за 18 тысяч, напоминаю, что стоимость его меньше, скорее всего. Что я еще хотел сказать, что Android 8.1, опять же для знатоков, может быть, Android 8.1, они его не сильно апгрейдили, специально не сильно затрагивали, чтобы если он обновился там до 9-го Android, например, им было бы легко выпустить обновление своего Яндекс.Лаунчера, соответственно, для 9-го и быстро обновить ваш телефон яндексовский. Вот, это значит, что по статье конкретно. Короче, да, я, ну, короче, все сервисы Яндекса, соответственно, там есть Яндекс.Дзен, прям по дефолту у тебя, вот знаешь, когда у тебя в iOS, например, есть пункт управления, вот этот, где ты там свои пуши читаешь, там прям Яндекс.Дзен тебе валит туда новости по-крутому, все знает, что ты читаешь, все там, ну, в общем, до свидос. Вот, опять же, что узнал из ролика теперь Волсакома? Сейчас я сказал про Хаббер статью, теперь, что он говорил? Это тот же самый, на самом деле, Android, там также под Google сервисами надо логиниться, и под Яндекс.Сервисами. Вот тут странно, потому что, короче, я думал, знаешь, для кого телефон? Вот для меня, вот сейчас, для кого я думаю, я когда прочитал на Хаббре новость, телефон для мужиков таких. Ну, мы не будем ограничивать по полу, допустим, для людей, которым легко обращаться именно с русскими устройствами, с русскими сервисами, а конкретно с Яндексом. Они любят Яндекс, короче, пользуются всем им, заказывают Яндекс.Еду, Яндекс.Карты смотрят, Яндекс.Погоду и так далее. То есть, такой сегмент типа 35-40-45, да? Вот, короче. Я себе представил, что это такие люди, и, в принципе, они за 18 касиков себе могут позволить купить телефон, правильно? Правильно? Правильно. Вот, но, короче, возвращаясь к ролику Велсакома, я же говорю, что он там говорит, во-первых, кроме того, что вот надо логиниться, значит, и в Гугл, и в Яндекс. Это уже странно. То есть, там же будет гугловское дерьмо лезть. Оно же не вырезано оттуда. Оно там есть, оно будет торчать, как провода, понимаешь? То есть, условный твой батя, он будет не очень комфортно себя чувствовать. У него, конечно, Яндекс.Зен, вроде Дзен познал, а там какая-нибудь Гугл-документы постоянно ему говорят за логинься. Какая-нибудь еще какие-нибудь Гугл-сервисы ему говорят за логинься. Подожди, это инфа сотка или нет? Инфа не сотка? Ну, вот я не знаю, в смысле, я бы тебе сказал, да или нет, но там... Просто в Гугл-саком сказал я, поэтому... Он сказал, что можно логиниться, нужно логиниться под Гугл-учеткой. Это типа, что там, что можно типа под Гуглом работать в нем. То есть, ты можешь вообще отметать все дерьмо и просто работать как на Андроиде, чистейшем. Ну, не чистейшем, а с лаунчером, но типа на Андроиде, если ты хочешь Андроид. Вот. Но, короче, это значит просто... Я говорю, что случайно можно натыкаться на гугловские сервисы. Они не вырезаны там никак. То есть... Ну, может быть, как-то вырезаны. Я не знаю, может, они там как письку прикрывают, знаешь, чуть-чуть так вуалируют. Везде Яндекс вместо Гугл подставили, знаешь, логотип. Вот. Что еще? Он там ее распаковывает, эту трубку. И там из особенностей внутри, короче, коробки. Внутри коробки сама по себе... Коробка все одинаковая. Обычный стандартный Андроид телефон, но там скрепочка, чтобы открывать вот этот вот лоточек для симки. Она в виде буквы Я сделана. Вау. Крэгазм, крэгазм. Вот. Короче, что еще? Ну, вот он очень... Мне очень понравилась идея его вообще заключения этого ролика. Он там, говорит... Он там не пиарит, на самом деле, сильно. Говорит, что, типа, вообще консультировался со мной Яндекс, все такое. Я, типа, им говорил свой фидбэк. Ну, говорит, типа, телефон вот тащит на 14 тысяч. Типа, вот если бы он был 14 тысяч, еще было бы нормально. 18 уже нет. И, говорит, типа, во-первых, если Яндекс скинут цену. Во-вторых, очень крутая тема. А ну, там Яндекс вообще-то мотивирует, что, типа, если вы купите их телефон, то мы вам там скидки на их сервисы все. Будешь в Яндекс такси ездить дешевле. Будешь все там то Яндекс музыку сколько-то месяцев бесплатно. В общем, вроде как за счет Яндекс сервисов ты компенсируешь эти, там, сколько-то, 3000 рублей, да? Но на самом деле по факту ты уже потратил 18. Тебе уже Яндекс сервисы, знаешь, они поперек горла, честно говоря. Дальше, что еще? Ты пока впитывай, я просто наваливаю дерьмо. Да, я впитываю. У меня уже созрело один вопрос и одна история. Так что все правильно делать. Все, да, и сейчас, и говорю, да. Даже два вопроса уже, смотри, зреет прям вот ты. Зреет, ты сведут. Короче, очень крутая идея, финальное заключение от Велсакома, я вам сейчас это говорю. Значит, он говорит, чуваки, во-первых, вот, например, практика у PlayStation приставок. Или, например, у Xiaomi телефонов, конкретно в Китае, продавать за себе стоимость или даже дешевле телефон в минус себе. Ну или в ноль, да, в ноль себе телефон продавать, в ноль. Но тем самым ты железо продашь за ноль, но люди тебе на твоих сервисах, которых ты погрузишь через телефон, соответственно, через Яндекс.Такси, через все дерьмо, они тебе денег принесут и будут пользоваться твоими сервисами больше и сделают тебе бабла больших. И если ты продашь телефон, ты не зажмотишься на этих трех тысячах, четырех тысячах для телефона, да? Продашь за себе стоимость, за сколько купил в Китае, но будешь зарабатывать бабло на сервисах Яндекса, соответственно. И вообще сделаешь себе лояльных чуваков до свидоса. И вот это очень крутая тема. Это то, что Джоб сделал с iTunes. Сначала дал людям девайс, а потом хоп и сказал, теперь все эти девайсы в iTunes. Пробуйте, пользуйтесь. Да, 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 да. Короче, это вообще, вот эта идея, да, а то, что сделали Яндекс, никогда, так сказать. Ну, они, наверное, скинут бабло, поэтому, да. И, короче, я хотел сказать еще последнее. Последнее, последнее. Все эти три штуки, что вам так жалко их, какая разница? Там смотри, ну, ладно, давай. Не, ну, ты понимаешь, но все равно. Я понимаю, что это мир Android рынка, и там за каждую тысячу требуют новые кит-оперативки. Кит-оперативки, да, да. Да, и снова Snapdragon, типа 18, типа, что я могу хвали? Там уже 825-й должен быть, а не 625-й Snapdragon, да. Конечно, конечно. Я последнее хотел сказать. Короче, в Велсаком Медиа, я напоминаю, главный чувак, который, ну, там, я не знаю, он главный или не главный, который Парфенон делает, и сейчас Стиной Кандалайки, новое шоу, которое Илья Овчаренко, я тебе его, ну, скидывал, ты, короче, в курсе чуть-чуть. Короче, суть в том, что он, я просто у него видел в сторисах где-то, ну, наверное, вот как вышел Яндекс.Телефон, наверное, одну сторис, буквально там сторис пару секунд по поводу Яндекс.Телефона. Ну, видно, что они как раз распаковывали, снимали с Велсаковым ролик, и, короче, он там говорит, типа, блин, Яндекс.Телефон нам пришел, короче, фа-фа-фа-фа-фа, но так как это Android, то это говно, и он его так в мусорку выкидывает, короче, демонстративно. Ну, просто чувак полностью на iOS-девайсах сидит, у него все iOS-ное и все macOS-ное, поэтому, да. Ну, смешно, короче. Ну, все, в общем, это все. Все, вывод хороший, я, собственно, по матеше абсолютно согласен с хорошим решением сделать телефон максимально доступным, а сервисы, как бы, погружая в сервисы, соответственно, пользователей. Вот, теперь можешь вопросы, истории, там, пожелания, предложения, так скажем. Так, ну, во-первых, мне хочется вот от таких людей, которые именно пробиты Apple Boy, мне всегда хочется слышать, готовы ли они признать, что Apple все равно скатывается, становится большим говном. Ну, да, это такое, это тоже интересный вопрос. Во-вторых, я всегда думал, что не овчаренка, а овчаренка, что он как бы как овчарка. Третье, это вот здесь картинка желтого Яндекс.Телефона с желтыми наушниками. Это единственное цветовое решение или там гамма целая, интересно? Да я тебе больше скажу, там нет наушников в комплекте. Ты серьезно? Да, там есть мини-джек, но там нет наушников, по-моему. Это с учетом, потому что они пичатся тем, что у них используется аудио-ачип Qualcomm Axtec, который именно классно кодирует звук. И типа, ну, он им нужен для того, чтобы Алиса хорошо считывала голос. То есть он нужен для того, чтобы хорошо кодировать голос. Но побочным, так скажем, действием является то, что он хорошо проигрывает музыку. И они это говорят. Но, видимо, надо на хороших наушниках проигрывать музыку. Видимо, это придется, да, 28 тысяч тогда уже делать телефон, чтобы туда биться и вложить просто как бы. И да, ну, это в провал, конечно. И знаешь, я должен сейчас еще как... Хоп, ты на меня поворачиваешься, я уже говорю, 3050 мАч. Да за эти бабки 4500 должно быть мАч. Хоп, я уже поглядываю. Ты на свой снабдрэг должен за 820 мАч. Вот. Ну, то есть это... Это, конечно, да. Вот. Но... И теперь история. Как это... Я, по-моему, тебе ее рассказываю. Возможно, даже я ее в подкасте рассказываю. Либо на стриме. Кстати, youtube.com.uvdgames – это наши стримы по играм. Каждый четверг приходите, смотрите. Там еще чуть-чуть про нас. Так вот, звонит мне батя и говорит, блин, Саня, я поставил себе приложение Яндекс. Я говорю, в смысле? Он говорит, просто приложение называется Яндекс. Ну, на айфон, естественно. Я говорю, так, и что? Он говорит, прикинь, там так круто. Я говорю, что там может быть крутого? Это же мать, типа, просто Яндекс. С учетом того, что он раньше Яндекс.Браузером на iOS пользовался. Потом, когда я его напугал, что у него там снифят всю инфу, он его удалил. Вот. Уже по бреду, но уже придумывать, да. Потому что там пугаешь батю. Вот. И... То есть, он именно порывается всегда Яндексовским дерьмом пользоваться. Вот я ж говорю, вот сегмент виден, виден, кто... Ну, согласен, да, да, да. И... В общем, в чем суть? Я говорю, ну, подожди, ну, и что, приложение Яндекс. Ты мне так говорила, ну, нахренай. Я даже говорю, поисклик. Он говорит, да ладно, говорит, поисклик. Я открываю, говорит, он мне, говорит, погоду, там, где я нахожусь. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, он, говорит, прям пишет мою остановку, говорит, и показывает, сколько тут погоды. Я говорю, бать. Я говорю, ты же, наверное, понимаешь, что он просто, он по геопозиции ловит твою остановку, но погоду показывает все равно с ближайшей метеостанции. Какая разница? Мне, говорит, кажется, что я прям могу не выглядывать на градусник, а просто открыть Яндекс. И тут, говорит, тут все, тут Яндекс.Транспорт. Я говорю, в смысле, подожди. Яндекс.Транспорт, это там, где троллейбусы, трамваи, автобусы. Ну да, говорит, я прям смотрю, я там со мной, 15-й уже едет, я могу, говорит, прям не открывать. А у него есть приложение Яндекс.Транспорт. Это тот человек, который смотрит, что за 4 остановки едет уже 14-й, и можно выходить, как бы, и на него как раз выйти. А тут это все в одном приложении Яндекс. Можно и градусник сразу посмотреть, и транспорт. Я не знаю, почему еще его заинтересовал. Но он мне, как бы, тогда достаточно воодушевленных заговорил. С учетом того, что у меня с ним синхронизация дерьма, то когда это приложение он поставил, у меня оно тоже появилось, естественно. Ну-ка, мне интересно. Ты уже и сам смотришь, когда 15-й приехал? Я просто смотрю сейчас, и нету, я его уже удалил. Ну, кстати, Яндекс.Транспорт у меня просто как транспорт установлен, поэтому я смотрю, когда 15-й приехал, просто погода меня не интересует. Так вот, и, соответственно, я посмотрел, и ничего такого. Но он мне тогда еще, может быть, какой-то сервис сказал, типа, там, пробки или что-то такое. Вот, что, во-первых, да, сегментация, она видна. А тут это, наверное, в виджетах просто. Ну, то есть, это просто на телефоне ты открыл телефон, и уже у тебя погода рядом с тобой. И еще тебе Алиса подсказывает, где пиццу сразу можно сейчас заказать. Вот, это история. И последний вопрос, а что там по отпечатку пальцев? Я видел просто там картиночку, что есть отпечаток. Ну, он есть. То есть, он как обычно сзади, да, вот этот вот указательный пальчик? Да, по-моему, он китайский сзади стиль. Ну, да-да, как Asus стиль. Да и Xiaomi стиль. Ну, в общем, не, Xiaomi, я не знаю, на самом деле, какие, есть ли у Xiaomi сзади. У Xiaomi сзади, у Санька такой телефон у него сзади. На уровне указательного пальца. У них есть и спереди, и у Asus тоже есть спереди. И просто какие-то китайцы любят почему-то делать сзади, я не знаю. Какие-то дизайнеры гениальное решение принимают, сделать сзади вот этот отпечаток пальца. Вот наш общий с тобой знакомый Саня Бушуев, он именно кайфует, что сзади, потому что он может типа это незаметно сделать. Ему, во-первых, нравится, что он может два раза тапнуть по экрану, не нажимая ничего, физически. Не просто посмотреть, типа. И сразу сзади уже держать палец в этот момент, и он уже сразу разблокируется, и классно. А ну, так может ему Яндекс.Телефон приобрести, потому что там тоже классно. Аудитория видна, да. Но ему 35, как бы, поэтому мы еще пока не... Сейчас уже зайдет скоро в круг Эйлера, так скажем. Так, ладно, круг. Давай, надо нам дальше идти. Давай, давай. И они и. Просто идем дальше. Практически одной строкой. Новый логотип Unsplash. Нам докладывает Майкл Чо, их CEO, которого мы все знаем, который в Австралии живет, то ли в Мельбурне, то ли хрен его помню где. Не важно. Или важно. Нет, не важно. Короче, смотри, если коротко, вот их новый логотип. Я видел его. Ты мне сейчас... Че, ты мне... Первая ассоциация у тебя какая? Давай, сразу. Первая ассоциация... Во-первых, у меня две ассоциации. Они в одну сплелись. Так сказать, в экстазе слились. Это Тетрис. А вторая, это такая штука, которая стрелять надо было. Как же он называется? Стреляешь из письки такой треугольный. Тоже по штукам, которые вверх на тебя падают. Дефолтная на Тетрисе игра. Ну, короче, ты понял. В общем, это такая хренька с писькой составляющей. Практически в космосе лететь. Типа, ты думаешь, что в космосе летишь на самом деле? Да, на самом деле ты в Тетрисе летишь. Неважно, где летишь. Я понимаю, да, о чем ты. Слушай, у меня нет такой ассоциации. Ну, или змейка. Вот это третье. Все в одной, опять же... Ну, давай так. У меня тоже из игр Пакман. Давай. У меня Пакман ассоциация. Нихрена себе. Ну, видишь, у нас с тобой олдскульное дерьмо. Ну, да. Да, слушай, но здесь практически пиксели. Потом я уже начал, знаешь, у этих... У Тенпенни в Сан-Адреесе, когда за них миссии берешь, там буква СИ с сигаретой была. Логотипчик. Здесь это перевернутое как будто бы. Да, да, да. Если уже дальше упарываться, то можно как бы сильно, так сказать, вникать, что это напоминает. Но суть в том, что, да, у них новый логотип. Я сейчас включу видос. Я надеюсь, нас не забанят. 18-секундный видос. А там Дрейк какой-нибудь играет, по идее, чтобы нас точно забанить. А я звук отключил, поэтому... Ну, возможно, Дрейк. Я просто не знаю Дрейка, поэтому мне как бы и насрать. Он это или нет. Просто Google-то знает Дрейка, понимаешь? Ты-то не знаешь. Я выключил звук, да. В чем суть? Суть в том, что, во-первых, они сказали, что задолбал нас старый логотип, потому что... Просто. Просто задолбал. Ну, смотри, как топ-хайлайт звучит. Мы, говорит, сделали новый логотип не просто, чтобы его сделать, а потому что старый перестал работать. Так. Напомню, старый логотип у них – это иконка камеры. Вот. Так она чуть ли не из дефолтных каких-то паков иконок, знаешь? Нет, нет. Они оправдываются здесь, что она не из дефолтных. В том-то и дело, что они ее вручную рисовали. Но это им как бы не помогло, потому что все равно... Все думали, что из дефолта. Да, да. Все равно все думали, что непонятно что. И он говорит, изначально мы когда делали философски, что Unsplash – он про контент, он про фотки. Поэтому, типа, мы не хотели, чтобы наш логотип, он отвлекал от того, что есть какая-то... Ну, то есть, ты смотришь фотки, ты их серчишь, у тебя есть лента – все. Simless experience. Абсолютно без каких-либо дополнительных, так скажем, отвлечений. И типа, что логотип здесь, он просто говорит о том, что ты на сайте с фотками. Все, конец истории. Но, говорит, мы уже пошли дальше по Филу Шиллеру от простой борды с иконками, с фотками. Я напоминаю, на Тамблере у них все начиналось. Да, да, да. Вот. И получается так, что они теперь не только сервис Unsplash.com, у них есть открытая опишка. Открытая опишка подразумевает встраивание хоть куда. Да, то есть, начиная от мобильных платформ и заканчивая там приложениями, о господи, веб-приложениями. Я не знаю, куда, если честно, можно строить, но они здесь еще показывают билборды уличные, они показывают всякие там книжки. То есть, ну да, это как бы... Они теперь много на каких носителях, так скажем. Ну и, говорит, это начало создавать проблемы, потому что, во-первых, если просто заглютить камеру-айкон в Гугле, то, говорит, вот наш логотип практически будет. Хотя, говорит, он другой. Но, говорит, никто этого не видит, поэтому все начинают просто тупить, что типа, а что это такое вообще? То есть, это не подгрузился, может быть, логотип? Что типа, ну, просто какая-то иконка и так далее. Потом, говорит, и когда мы говорим о мобильных устройствах, все начинают думать, что это типа контрол, чтобы оплоднуть фотографию какую-то. Потому что он выглядит как камера, ну, знаешь, как в Твиттере ты... Да-да-да. Да как много где, на самом деле. Типа на месте заглушечки такие, типа placeholder. Не, я даже не это имею в виду. А когда в телеге ты жмешь слева прикрепить, там один из вариантов всплывающих, это непосредственно камера. И ты, когда на него нажимаешь, ты понимаешь, что это значит снять прямо сейчас. То есть, вот, а этого у них не было, поэтому, ну, как бы, поэтому бред происходил. Ну и, в общем, их дизайнеры, а у них есть штатные дизайнеры Кирилл и Дилувио, а он там реально Кирилл, и они в Монреале живут, Кирилл и Дилувио. Возможно, вместе. Ладно. Они, короче говоря, с компанией Make a Saturday разработали суперновую айдентику. Причем здесь нету по лебедеву, как они там пыхтели-пердели. Из чего они выбирали? Походу, не пыхтели-пердели, судя по трем точкам на логотипе. Вот, да. Трем. То есть, ты три, да, насчитал всего? У меня в моей сетчатке глазной три всего. Я как терминатор. Я как терминатор. Да. Кстати, там на этом, какое-то убожество, там на картинке, где они сидят, типа, скайпятся с Майклом Чо в переговорке, там чувак на iPad Pro карандаш заряжает, и она как писька просто торчит у него. Нормально. Я просто понимаю, насколько это дерьмо по сравнению с новым iPad Pro, который второй, где карандаш крепится к боку. Мне кажется, как раз вот чувак один к боку крепит, справа который. Он там что-то делает, он там что-то крепит. Он что-то... Ну ладно, давай дальше. И к сути, к сути, ты мне лучше скажи, у них были какие-то комментарии вообще по поводу того, что почему именно так дерзко? Я это называю дерзко, потому что три точки я вижу в логотипе. Они написали, что... Ну вот, во-первых, он действительно прикольно выглядит. Во-первых, он Uber напоминает, я сейчас только это понял. Тот Uber, который у них не состоялся, от которого они отказались, и, видимо, он сплэшка... Все, можно, берем. Вот. Напоминает, во-первых, Uber, особенно вот когда просто на вот этом пакете, на авоське. Да-да-да. Кстати, вот авоську я бы такой хотел, это реально прикольно. Ну, авоська тоже хипсерская. Тут все, все абсолютно в их аудитории, опять же, как Яндекс.Телефон. Даже вот этот билборд на остановке, когда 15-я подходит, смотришь, что photos for everyone. Ну вот это говно, это никто там, там сигареты должны быть и так далее. Причем там разбитый, естественно, билборд с сеточкой такой, стеклянной. Ну, там свитшот еще есть. Ладно, в общем, все в эту тему. Смотри, новый логотип, что означает? Первое, это группа изображений, и один из них уже найден. То есть, грубо говоря, ты смотришь борду, и вот ты нашел то изображение, которое тебе надо, и вот оно идет вверх. Типа ты его выбрал из кучи остальных. Да. Дальше. Здесь ты уже должен крейгазм кинуть. Я уже крейгазм, на самом деле. Я просто вижу, что они имеют в виду. Я до некоторых вариантов догадался сам, я не догадался до самого банального, до фотика. Подожди, а где там про фотик? То есть, на самом деле, это фотик просто, чтобы ты понимал. Где? А почему? Откуда ты это знаешь? Ну, там, где фотики. Ну, в смысле, они просто рядом с фотиками сопоставили. Или я не знаю, я, может быть, гений сейчас. В смысле, у них вот вторая картиночка под видео сразу. Unsplashed лого before and after. Фотик такой, фотик сякой. Ну, типа, это имеет в виду, что это, типа, фотичек такой, понимаешь? Да. Ты должен представить себе, что это источник. А, это вспышка сверху, типа. Они, это ты гений, они об этом не написали, кроме шуток. Да, ну, все тогда. То есть, они всякий бред написали, но ты, похоже, принял больше, чем они. Я, походу, расширился. Фотик, пацаны. Дальше у них буква U, то есть Unsplash. Ну, как бы, вот снизу буква U. Ну, да, да. Во-вторых, Upload, Download, от чего они хотели уйти? Они все-таки считают, что Upload, Download нормальный. Ну, в чем здесь Upload, Download? Что? Ну, в смысле? А, а Download и Upload, это квадратик и стрелочка, либо в него, либо из него. Но здесь вместо стрелочки точечка. Ну, я понял, да. Представил? Ну, притянуто за уши, но да. Ну, видишь, они хотят, чтобы это тонко было. Чтобы только мы и Хлебаич, понял. Силуэт of a person expressing gratitude. Вот силуэт я тоже нашел, expressing. Просто. А, а, как они, что они имеют в виду? Это не понял. Expressing gratitude, это как? Ну, типа, благодарят. Или поздравляют. Не понял, на силуэте находятся два чувака, что ли, или один чувак? Нет, вот это силуэт одного чувака, который хвалит и поздравляет. Я этого тоже не смог. Кого нахрен? Здесь просто чувак, как знаешь, на символе толчка, короче, мужского. Понял? Просто мужчина в пиджаке. Я только женского знаю просто. Поэтому, конечно. Мужчина в пиджаке, как будто, знаешь? Ну да, кочебосик такой. А что он пожимает? Может быть, это вид сверху пожимающего чувака? Я еще, я не те, видимо, употребляю, не такие, которые надо. Я вижу вид сверху, как персонаж из GTA 2 будет сейчас обнимать. Видишь, это две ручки, именно обнимающие. Обнимают точку. Да, да, да. Третью. Ну, в общем, да, смайлик потом, потом смайлик. Смайлик? Ну, смайлик, ладно, допустим. Тоже, это все притянуто. Это когда уже нарисовали, они притянули в конце вот эти все пункты. Ты думаешь, да? Ну, может быть. Наркотиками притянули. Person holding their arms outstretched. Это то, чем я сказал, раскинутые руки, что обнимать чувак собрался. Вот это оно. Ну и, короче говоря, все, новый логотип, хороший, новый твой. Давай, вот, если смотреть, как на фотик нормально, еще более-менее. Ну, видишь, там черные, так скажем, афроамериканские руки нам показывают, дальше там ниже, типа, что чувак ищет как будто бы вид в видоискатель на нас. И это как раз, ну, намекает, что, может быть, типа, это фотик. Вот, но им ход и гений. То есть у них это нигде не было указано. Ну и хорошо. Просто давай я скажу быстро свое мнение. У нас как бы одной строкой, но мы как про Яндекс.Телефон практически разговариваем. Значит, суть в том, что мне кажется дерзко, во-первых. Мне кажется, если они думали, что для их аудитории, то мне кажется, мое мнение, что уже нет. Потому что их аудитория, это уже просто люди, фотографирующие женщин в основном. И попадающие на главную страницу по какой-то причине, потому что, видимо, голые тела. Вот. Раньше это было очень хипстерское дерьмо, особенно когда это все зародилось с тумблера и так далее. Поэтому тогда этот логотип вообще бы зашел супер. Еще бы они объяснили, что это фотик, вообще все бы корегазмели. Вот. Хотя я могу ошибаться, на самом деле. И, скорее всего, ну, в принципе-то, да, в их стиле, конечно. Но мне кажется, слишком дерзко. И с такой претензией на... Короче, с какой-то претензией прям вот на какие-то проекты Силиконовой долины. Хотя они, наверное, уже и так проекты Силиконовой долины. В общем, короче, какой-то... В общем, мне не понравилось. Как-то я по-стариковски мне не понравилось. Чуть-чуть. То есть я все угадал, фотики угадал, на курка понятно, все круто, но... Ааа! Че? Ааа, че, да! Да, фотик верните. Мне понравилось, я бы такую авоську себе купил. Авоську купил, все, базара нет. Но не ансплэш, не знаю, не буду. Ты что-то как будто там бросиваешь на заднем плане. Я кинул. У меня авоська со старым логотипом. Ты его выкинул, да. Ну, понятно. Короче, формула фана или почему мы играем игры, это следующая тема. Но перед этой, следующей темой, мы должны вам сказать еще одну важную вещь. Эта важная вещь означает поддержку нас на Патреоне. Конечно. Даже вот хочется тебе передать слово. А давай, я скажу. Я скажу вкратце, сегодня у нас будет... Я чувствую, что подкаст нас 100 лет, потому что у нас хоть и мало темок, казалось бы, блиц, но мы сегодня мощные. Мы сегодня мощные, поэтому про Патреон я так же мощно и скажу. Patreon.com. Slash. YouWebDesign. Платформа, на которой можно нас поддержать. Официально, абсолютно, практически задекларировано. Patreon.com.slash.youwebdesign. Зайдите, посмотрите. Там не просто поддержка, как вы думали. Там еще и бонусы за то, что вы нас поддерживаете. Это стикеры. Возможно, даже каким-то образом будут магнитики. Хрен его знает. Может, мы придумаем как-нибудь. То есть, все на ваши плечи. Если вы нас будете поддерживать на patreon.com.slash.youwebdesign, мы будем постоянно придумывать что-то новое для вас. Соответственно, для нас будет мотивация. Соответственно, проект будет расти, развиваться. Вот эти все клишированные слова. Будем забивать голы. Делать хорошие пассы короткие. Вот, в общем, выполнять роль на поле там и так далее. Короче говоря, patreon.com.slash.youwebdesign. Заходите, регистрируйтесь на Патреоне, если вас еще нет. Можете начать с минимальной суммы, а потом дальше это как наркотики в IT, так скажем. До 20 баксов поднимете, попадете в секретный чат для богатых пацанов. Будете там кидать дикпики и так далее. Я просто хочу еще сказать, что наши-то подписчики и не знают. А теперь для патронов будет выходить специальный выпуск. Кстати, да. Предвыпуск, предсуровый веб. Мы еще подумаем с Никитой, как его назвать. Я голосую за суровые веб-хроники. Кстати, я считаю, что мы проголосуем в нашем закрытом патроновском чате. Опять же, опять же, да. Пришел такое небольшое, да, как я и думал. Вот. Оно тоже будет доступно как раз для патронов. И мы там на самом деле же сейчас выкладываем всякие обоечки, прикольчики. То есть там начинается жизнь прям такая. Очень активная. Там дополнительные обложки, между прочим, выкладываем к выпускам. То есть будете знать, как мы придумывали обложки, как, что, какие варианты были. Короче, на самом деле там много дополнительного контента будет появляться. В общем, там behind the scenes контент, и это круто. Это круто, поэтому переходите и поддерживайте нас. Это самый для нас прикольный способ поддержки, потому что... Ну вот такое, он прям... Он хипстерский, как та овоська, которую я теперь хочу. Да? Да. Формула фана или почему мы играем в игры. Абсолютно, ты верно назвал мою тему. Короче, здесь... Подожди, 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 подожди. А, так логотип-то я говорил, Франц Плэш. Ты настолько большой комментарий дал, что я думаю, это твоя тема была. И сейчас... Блин, а что-то я про Формулу фана-то и не читал. А это твоя тема. Блин. Ну у меня написано Павук, я ее прочитал. Нет, все правильно. Кстати, я сейчас смотрю на наш сайт, и он в Firefox по-другому выглядит. Тут шрифты более приятные. Лучше, я надеюсь. Нет, реально, более приятные шрифты в Firefox. Ну и все. Чем везде, чем и в Safari, и в Chrome. Тим, все, все. Firefox One Love, короче. Формула фана или почему мы играем в игры. На хабре. Статья от чувака. На самом деле, достаточно простой идеей. Он здесь очень ее размазывает. Ты никнейм чувака, скажи. Никнейм чувака Микос. Мичос. А нам это предложил... А, нет, я про того... Нам Денис это прокомментировал. Денис, обычный Денис. На Мичос мне вообще насрать, ты что? Возможно, это и есть Мичос на хабре. Я хрен его знает. Сам написал, сам предложил. Это нормально. Так можно. Да. Короче говоря, в этой теме рассказывается о том, почему вообще люди играют в игры. Здесь этот чувак дисклеймер говорит, что, типа, возможно, уменьшится удовольствие от игры и фильмов, если узнаете вообще, как это работает. И он здесь, типа, выводил свою формулу, хотя я думаю, он такое мог бы прочитать в любом учебнике по геймдизайну. А такие есть учебники по геймдизайну, есть курсы по геймдизайну. И он бы наверняка это узнал оттуда. Но, на самом деле, я думал, абсолютно банальная статья, такая же, как шторка в ванне с коллажом. Вот такая же. Но, на самом деле, мне как-то понравилось. И даже, знаешь, я как-то с воодушевлением в конце отнесся вообще к чуваку. Он, короче, понял для себя и уяснил, что, оказывается, самое классное вообще в играх и в фильмах – это элемент неопределенности. Когда, короче, ты чувствуешь какую-то неопределенность и потом определенность. У тебя есть какая-то, знаешь, цель, которую ты хочешь достигнуть. Ты ее делаешь какими-то, соответственно, средствами, действиями. Вот. И у тебя между тем, как ты вот начал делать действия и закончилось это действие, у тебя есть эта неопределенность, которая тебя и манит. То есть эта неопределенность, она тебе дает элемент игры. И чем больше эта неопределенность, тем интереснее. Соответственно, короче, вот, например, тупо на Марио он объясняет. Вот, например, ты прыгаешь в Марио перед какой-нибудь, там, знаешь, расщелиной, скажем так. Вот хочешь перепрыгнуть дырку тупо в Марио, да, какую-нибудь? Или препятствие какое-нибудь, или какого-нибудь моба. И, короче, ты прыгаешь и не знаешь, на самом деле, на 100%, на 100% не знаешь, что перепрыгнешь и выживешь, да, не потеряя жизнь. И у тебя вот в этот момент есть эффект неопределенности классный такой. Короче, и ради него ты играешь, собственно. Потом тебе подкидывают более сложные какие-то препятствия, много мобов, летит патроны, там, летят, в тебя пуляют, черепахи ходят. Вот, не знаю, эти, как их, панцири летают, рикошетят, короче. И ты это все прыгаешь, перепрыгиваешь. Практически на одних прыжках, по сути, игра. Ну, у тебя, как бы, там есть еще выстрелы. Здесь это ничего нет в статье, это я уже от себя тебе нанесу. Я к тому, что неопределенность у тебя есть, твою мать. И чем сложнее уровни, тем больше неопределенность. Тебе нужно, как наркоту, повышать неопределенность постоянно. У тебя зависимость от неопределенности. Если у тебя градус неопределенности постоянно одинаковый, ты учишься играть в игру лучше, соответственно, неопределенность падает, ты более скилловый становишься, чувак, и, соответственно, тебе менее интересно играть. Все. В этом вся идея статьи. Реиграбельность здесь описана. Почему вообще вот реиграбельность есть в играх? Это все тоже к неопределенности, потому что чуваки меняют вероятность твоего выигрыша от 100%, а не убирают вообще вероятность 100% в играх. И твоя неопределенность становится такая, очень плавающая неопределенность, например, как в шутанах. То есть не факт, что ты этого чувака убьешь каждый раз одинаково. У тебя могут быть патроны закончиться, там, ты не попадешь, там, или ты будешь с другой пухой, или он там как-нибудь в тебя выстрелит, кинет гранату и так далее. Неопределенность вообще досвидосная. Соответственно, поэтому интересно играть в шутаны, а тем более в онлайн шутаны интересно играть, потому что там вообще твои противники хрен знают, как поступят. Я охранял вообще с королевской битвы, просто когда он... Я вот про это, как бы, в принципе, про это все понимают, но я вот сейчас это именно максимально осознал для себя. Вот Battle Royale, который сейчас так популярен, у тебя вообще шанс на победы стремиться к нулю, потому что ты высадился со 100 другими чуваками, с 90 другими 9 чуваками, и у тебя вообще неопределенность игры и сильное напряжение всю катку происходит, потому что ты вообще не понимаешь, не знаешь, что происходит, и у тебя супер неопределенность, короче. И поэтому у тебя от победы так зашкаливает фан, как здесь написано, потому что ты вот всю эту неопределенность как бы реализовал, и она у тебя вот цели достигнула. Достиг, простите, достигнула. Ну, здесь, в общем, много всего про лутбокс, и ту же самую неопределенность. Почему там дрожит лутбокс долго, и ты такой неопределенно знаешь, что сейчас будет, короче. Вот. И в чем еще здесь приведены примеры? Неопределенность, например, по-моему, здесь есть и примеры с игровыми автоматами. То есть... В конце там были, да-да-да. Да-да-да. То есть, когда ты того же самого однорукого бандита хреначишь, короче, у тебя неопределенность по поводу того, что выпадет. То есть, оно, в принципе, могло сразу включиться, что у тебя там вишенка-вишенка-бананчик. Но оно долго крутится, и ты такой неопределенно сидишь и балдеешь. Вот. Что еще? Здесь он также про фильмы говорит. Например, вот все фильмы, конвай фильмов классическая, что сначала герою не верят, потом еще сильнее не верят, и мы думаем, что вот уже герой вообще лох, и он там при смерти практически. А в конце он... Ты на максимальной неопределенности сидишь на очке, и в конце он там побеждает, и добрые выигрывают, и главный герой крутой, короче. И у тебя цель достигнута, неопределенность завершена, как бы ты достиг своей цели, и все классно. Короче, вот про это статья, про это рассказывает автор, как фан мы именно получаем. Короче, вот, собственно, и все. Такой вывод. Ну, вот я на самом деле... Можно уже, да, комментарий? Конечно, конечно, давай. Я на самом деле, вот если говорить про кино, я почти всегда себе, когда у меня мозг пытается сказать, блин, непонятно, он сейчас выживет или нет, я всегда сам себе говорю, блин, чувак, это кино. Конечно, он выживет. Конечно, сейчас в конце, там, из последних сил, там, и так далее. Вот когда Хана Соло убили, вот это неопределенность была. Вот это никто не мог предсказать вообще. А в большинстве кино все достаточно определенное. Это неопределенность, она мнимая, и она, опять же, вот по детям. То есть, когда ты ребеночек, еще тебе это все неопределенно. А потом ты уже начинаешь, так сказать... С возрастом. Да, да, да. Кстати, здесь про Нолана и про начало говорят. Ну, там тоже примерно такая же канва, скажем так. Я напоминаю, там суть в том, что в конце еще и непонятно в итоге. Непонятно, да. Потому что там у него вращается хреновина, как будто он в иллюзиях, в снах все еще. Да, да, да. То есть, там, то ли нам недопоказали, как она упала, то ли там то-се. Она, в смысле, юла. Или волчок, я не знаю, как по-русски будет правильнее сказать. Ну, короче, да, действительно, это круто. Смотри, мне еще хотелось... Если... Там был интересный момент про квесты. Я не знаю, ты помнишь его, упустил или не упустил. Я его... В смысле, я его прочитал. Я могу сказать сейчас, но ты давай скажи, что ты хочешь сказать. Это не, просто интересно, что они говорят о том, что там неопределенность есть, и она порой зашкаливает, потому что ты бродишь по экранам. Тебе надо какие-то предметы найти, либо уже из тех, которые у тебя есть, применить их между собой, а потом примененные тоже к чему-то применить. В такие моменты напряженность, она очень сильно зашкаливает. В том смысле, что у тебя мозг просто сдается, и нет цели. То есть, когда у тебя хотя бы финал известен, то есть, ты понимаешь, что, ну окей, мне надо хотя бы дверь открыть. А ты тут ходишь, ты даже не понимаешь, на каком именно экране у тебя действие должно произойти. То есть, если ты хотя бы понимаешь, что надо открыть дверь, и ищешь на всех экранах там какой-нибудь ключ, или как совместить ключ, это одно. А когда ты ищешь и думаешь совместить что с чем, чтобы куда-то пройти, не пойми куда, вот, это типа одна из причин, почему почти вымерли классические квесты. Мне просто интересным показался этот момент. Да-да-да, и из этого, кстати, вытекает, почему в современных играх меньше фана. Здесь тоже есть такой абзац. И здесь написано, что это тоже связано с неопределенностью. То есть, вероятность проигрыша сейчас меньше, то есть, у тебя неопределенность, соответственно, меньше. И напряжение меньше. И, соответственно, из-за этого легче людям выдерживать такую нагрузку. Не как с квестами, где нужно понимать, что с чем совместить и там усраться, да. А именно наоборот, короче, у тебя все просто, все дается легко. В принципе, все выводы понятны, ясны практически. Но фана от этого меньше, соответственно, ты получаешь, потому что ты меньше неопределенности испытываешь. Ну да, и здесь мне... Да, теперь кажется, понятно, почему. Так, я просто сейчас хочу... Во-первых, здесь мне понравился пример с Battlefield. Филдом и Call of Duty, что когда нет полоски здоровья, ты тоже не понимаешь, что неопределенности... Ну, как бы, ты не понимаешь, сколько у тебя палок осталось, что называется. И нет вот этого фана, когда ты на одной палке всех убил, и классно. С другой стороны, у тебя есть неопределенность, что хрен знает, как ты сейчас выживешь или ты умрешь сейчас от следующего выстрела. Тут, на самом деле, двояко, но они, да, я вижу, что они возвращают палку хп. Просто, короче, мне и нравилось даже, что в Call of Duty, например, 2, если вспоминать, то, короче, ты там просто, типа, не умираешь даже, а падаешь в обморок, у тебя там все темнеет, говнеет. Это точно во втором. И что у тебя нет хп. Ну, в Call of Duty 2 точно было. Там именно можно было за углом отдышаться и дальше. Да, отдышаться, отдышаться, да. Я думал, это в Modern Warfare в первом появилось, но неважно. Ну, допустим, да, так, а мне нет. Мне всегда это казалось обказуаленевым, и типа, это уже не так интересно. То есть, там понятно, что ты отдыхиваешься не до 100% хп, а до условных там 40, например. Я не помню точно, но там какое-то... Может быть и до 100, может быть и до 100. Да, да просто, ну, типа, это условности на самом деле. Мне нормально. То есть, как бы это просто условность, что ты потерял какое-то количество времени, чтобы отдышаться. Ну, пусть так будет, пусть так, да. Вот, я просто к чему? Вот здесь прозвучала такая штука, как реиграбельность, да? Я вот сейчас вспоминаю свою любимую игру Готика. А и почему там была реиграбельность? Потому что там до самого конца, если ты вдруг менял фракцию, ну, то есть ты там начинаешь проходить либо за одних, либо за других, либо за третьих, да? Там в начале ты выбираешь. И там до самого конца есть различия. До самого конца ты точно не знаешь, как вот здесь будет, а тут что будет. То есть, ну вот, допустим, ты в первой главе выбрал, за кого ты будешь играть. Вплоть до пятой главы у тебя сюжетная конва реально другая. То есть, если ты там проходишь за паладинов, то там орки приезжают, и ты должен много орков убивать, потому что они уже просто в деревнях. Если ты играешь за наемников, то там люди ящеры приезжают, раскладывают. Причем не то, что они тоже же в деревнях, и ты просто их убиваешь. Нет, они уже там, они наоборот в пещерах раскладывают яйца, и типа надо очистить все пещеры от них, чтобы там они драконов везде не разложили. Ну и там замага, там ищущие, соответственно, везде появляются, и ты должен их тоже всех перебить, чтобы они там людям мозги всем не затуманили и не обратили их там в свою веру. То есть, там классно, там реально до самого конца есть... Просто видишь, здесь тоже, да, здесь тоже видишь неопределенность в том, что, короче, ты вроде как прошел за одних, теперь тебе хочется за других. Тут даже суть не в том, что просто разный сюжет, не-не-не, а в том, что просто, блин, хочется теперь посмотреть, как за других, как орки придут. Просто видишь, если бы оно было одинаковое, тебе бы не хотелось посмотреть за других. Ну и да. Потому что тоже бы пришли орки, просто ты бы их не мечом убил, а фаерболом. А тут реально полностью различный геймплей. То есть, ну, я утрирую, основная сюжетная линия та же, но в каждую главу есть реально, ну, те квесты, которые только для... Да. Это круто. Поэтому я согласен, что вот эта неопределенность, это то, что добавляет, так скажем... Фана. Фана. Хотя вот опять же, недавно я прошел Эликс, да, и там до самого конца неизвестна концовка. Вот. И даже неизвестно то, что она на самом деле... То есть ты ее не выбираешь. Она происходит только от того, как ты там на протяжении игры принимал решение. И вот это, наоборот, меня полыхнул пердак от этого. Потому что эти концовки не различаются, там, именно, знаешь, что там ты на разных кораблях улетаешь. Потому что просто ты там всю... Ты сломал этот корабль в третьей главе, поэтому в конце ты улетаешь на другом. Ну, условно, да? Нет. Там это зависит... От этого зависит решение твоего героя, которое он принимает просто сам. И это именно психологическое решение. То есть это не то, что оно никак не обосновано. Ну, вот это бред. Это странная очень... Ну, короче, это странная неопределенность, которая только меня взбесила. Поэтому я, если честно, даже не знаю, почему, в чем разница между этими неопределенностями, но как бы то ни было. Знаешь, так еще круче. Есть вообще определенность, которая, кстати, раз ты про Эликс заговорил. Или про Эликс. Короче, есть еще неопределенность, которая уже пошла дальше, как Фил Шиллер. Неопределенность вот в японских играх часто. И это я говорю в том числе и про Dark Souls. И в том числе про вот такие игры, Dark Souls-подобные игры, короче. Ну и вообще, в принципе, японские игры, они... Ну, видимо, из-за того, что просто у них индустрия игр больше, выше, сильнее, дольше, короче. И вот, они, короче, делают неимоверно сложные игры. То есть, ну вот реально, даже не включая Dark Souls, а просто любую японскую игру включаешь. И делаешь easy, и страдаешь очень сильно. Делаешь normal, не проходишь дальше, чем первый монстр, первый босс. Суть в том, что, короче, они, видимо, кайфуют уже просто с самого по себе геймплея. И, видимо, неопределенности просто от количества траев, сколько ты раз просто будешь это вот страдать, короче. То есть, там уже какой-то следующий уровень неопределенности. Когда ты, короче, уже с какого трая ты замочишь чувака, вот в этом неопределенность. Причем счет идет на тысячные траи. На тысячи, да. Ну ты вспомнил Nintendo игры, то есть даже на Nessie, которые на Dendy, так сказать, были. Ну да, цирк там это все. Там же тоже, особенно на некоторых, такое управление было плохо отзывчивое, что просто... Возможно специально. Ну да, естественно, в цирке, например, да, опять же, вспоминаем. И это просто досвидос был. То есть, понятное дело, что это специально, и это у них именно такой фан. Сможешь ли ты победить компьютер, что называется, причем путем просто биения головы об стену, получается. Путем задращивания, да, и повышения скилухи своей. То есть, по сути, ты просто скилуху накачиваешь. В итоге ты потом, у тебя пальчики по кнопочкам бегают. Ну, согласен, есть в этом какой-то смысл, вот, но да. Следующая тема у нас про любопытное извращение из мира IT, но перед этим я вам расскажу про неизвращение из мира IT. А просто, я бы сказал, обыденность. Точнее, нужность такую, знаешь? Да, стандарт де-факто в мире IT – это хостинг-провайдер SmartApe. И вот, то есть, вот есть, должны быть какие-то моменты, в которых нет неопределенности. Вот один из этих моментов – это выбор хостинга для своих каких-то проектов, либо для рабочих, либо для личных пед-проектов, так называемых. Потому что это все должно быть максимально стабильно, классно и рабоче. Именно для этого мы вместе со SmartApe предлагаем вам перейти по ссылке, и, наконец-то, попробовать, ссылка в описании, как обычно, и, наконец-то, попробовать на себе новую услугу, сверхбыстрые VPS-хостинги на NVMe и SSD-шках. 2000 Мбит в секунду скорость записи, 3500-3800 Мбит в секунду скорость чтения. Я проверял. Наши сайты типа ewebdesign.ru работают тоже именно на таких виртуалках, которые на таких VPS-ках, которые на NVMe и SSD-шках. Это реально работает. То есть, ровно так все и есть. Действительно, канал 200 Мбит в секунду. Очень стабильный. Uptime близится, я не знаю, к 100%. Просто как гипербола к асимптоте. Приближается максимально близенько. Цены вообще не кусаются. Особенно, если вы оплачиваете на полгода, либо год, вы вообще скидку получаете. 30% и 50%, соответственно. Но даже без учета этих скидок цена просто... Я бы это бесплатно называл за такие конфигурации, которые нам предлагает SmartApe. Все в дата-центре класса уровня Tier 3 в Москве. Мы с Никитой уже рассказывали о том, что это все в Челябинске, в России находится. Поэтому в соответствии федеральному закону 152 о хранении персональных данных на территории РФ. Поэтому вы вообще здесь запаканы будете по максимуму, если разместитесь именно здесь. Поэтому ныряйте по ссылке в описании. Посмотрите на различные решения. Будь то VPS на NVMe, на обычных SSD-шках саташных. Может быть, вам нужно на жестких дисках. Просто потому что вам надо гигантское количество просто информации там хранить. И вам важны именно терабайты, а не скорость доступа к этим терабайтам. Такие тоже возможности есть. Есть даже безлимитный хостинг. Безлимитный хостинг 2.0 здесь называется у SmartApe, в котором вы можете бесконечное количество сайтов вести, доменов на одном хостинге. Удобно все из панелек управлять. Поэтому это очень круто. Бесплатные сертификаты SSL, которые просто одним кликом настраиваются. Поэтому вы имеете это в виду. Все версии PHP, MySQL, кстати, тоже просто переключаются в один клик мыши. Если вдруг у вас нету квалификации для того, чтобы... Ну и, естественно, в один клик установка WordPress, Netcat, Joomal и прочих open-картов. Это все есть. Все, что в ASP-панельке есть, здесь тоже есть. Поэтому будьте прям уверены, что все на высочайшем уровне SmartApe предлагает. Поддержка 24 на 7. Бесплатный перенос сайтов, если вы переезжаете с другого хостинга на SmartApe. Я не знаю, что еще нужно сказать для того, чтобы вы наконец-то поняли, что это ваш единственный путь. Это именно то, что должно остаться без неопределенности. Потому что SmartApe – это просто хостинг мирового уровня, но находящийся в России. Да, еще раз я напомню, uwebdesign.ru slash SmartApe. Да, да, все ссылки, как обычно, у нас есть в описании. Да, ссылка реферальная, если вы хотите помочь нашему проекту, но у вас нету просто личных денег, чтобы нам дать. Вы можете корпоративные деньги, которые вам выделили на хостинг, прокрутить таким образом через нас. Промотать! Да, через нашу реферальную ссылку. Можете и так помочь. Это, кстати, тоже очень круто. Вы нам этим тоже очень поможете. Так, темка любых извращений из мира IT. Не хочу на них сильно останавливаться. Расскажу своими словами. Чувак с ником PatientZero на хабре перевел несколько историй с сайта DailyVTF. Она уже 14 лет собирает дикие, курьезные, печальные истории из мира IT. Ему показались интересными три рассказа, и сейчас я вам о них и расскажу. Первый – это компания, есть такая, Defcon Incorporated, которая именно занимается, может быть, уже и не занимается, судя по этой истории. Блин, ну это спойлер. Ну, слушай, это нормально. Здесь самое важное именно процесс. Так вот, подрядчик, который занимался оборонными контрактами, и он пытался получить каждый раз новый контракт на создание приложения. И суть в чем? Суть в том, что они каждый раз, выставляясь на тендер, они пытались придумать, какой же у нас будет сильная сторона. Они своей сильной стороной хотели выставить то, что у них большой штат работников, которые компетентны и классно все сделают. И они каждый раз под тендер нанимали тысячу человек, типа, все, у нас есть персонал, работаем, все классно. После этого вояки выбирали не их, они увольняли эту тысячу человек, потому что у них нет работы, естественно. Вот. И так они делали несколько раз. После того, как они так сделали несколько раз, закончился пул людей, которые могут к ним прийти и как бы не знают, что их уволят через месяц, потому что вот такая ситуация. То есть уже там через сарафанное радио и так далее, это все вот так вот произошло. Вот. И они уже начали нанимать студентов, потому что им главное вот показать чисто количество того, что у них есть действительно квалифицированные работники. Никто же не будет проверять, квалифицированные они или нет. Вот. Они наняли студентов, нанимали студентов каждый раз, чисто чтобы нанять. То есть они уже даже оговаривали изначально о том, что чуваки, если что, мы вас потом уволим, там и так далее, и тому подобное. Короче говоря, они выяснили, что... Это, кстати, все длилось на протяжении двух лет. То есть на протяжении двух лет они заменили весь персонал молодыми сотрудниками для того, чтобы можно было его менять туда-сюда, для того, чтобы как-то выиграть хоть один тендер, на самом деле. Я не знаю, может быть, на протяжении этих двух лет они какими-то своими продуктовыми разработками занимались, либо, может быть, они все-таки какие-то мелкие тендеры брали. Я не знаю, тут как бы финансовая отчетность. Нет, вообще это как притча здесь звучит. Вот. И самое главное другое. В какой-то момент, что наконец-то они выбрали тендер, начали работать с молодыми разработчиками, у них не очень все получалось, система реально сбоила, и там написано, ну, проект вылетал, ввел себя непредсказуемо, которое невозможно было модифицировать. Подобные свойства нежелательны, когда имеешь дело с системой, которая должна стрелять и взрывать. Ну и в какой-то момент один из высших руководителей осознал, что произошло заставил компанию прекратить вести себя как салон в посудной лавке и нанять высокооплачиваемых консультантов. Поскольку никто не хотел к ним уже идти, они все помнили о цикле, так сказать, найма и увольнений, они через какое-то время все-таки супер улучшив, так сказать, условия найма, может быть, им сразу там авансом первую зарплату выдавали, я не знаю, как они это сделали, но они набрали действительно штатных сотрудников, несколько опытных, вот, и они их наняли в Нью-Джерси. Понимаешь, да? Это около Нью-Йорка. То есть из Нью-Йорка на запад выезжаешь, и Нью-Джерси получается. Так вот, в чем суть? Суть в том, что они, либо они тупанули, я честно не знаю. В общем, суть в том, что объект военный, с которым работали в Калифорнии, вся документация, это военные базы, мать твою, вся документация только в Калифорнии, ее нельзя пересылать, ее нельзя вывозить, с ней ничего нельзя сделать, нужно работать в Калифорнии. И чувакам этого не сказали, они их отправляют в командировку в Калифорнии, типа, вот, съездите, посмотрите документацию туда-сюда. И когда они переезжают туда, им говорят, все, чуваки, вы два года теперь работаете в Калифорнии, потому что документация есть только здесь, а этот проект минимум на два года. Так, отлично. Ну, естественно, через два дня чуваки все уволились нахрен, потому что, ну, у них там семьи туда-сюда, то есть, ну, камон. Причем проблема в том, что у них именно еще часть в Калифорнии, именно та, которая военная, а часть их какой-то, у них как бы тоже компания-подрядчик, она именно на военном специализируется, их документация, которая в Нью-Джерси, тоже нельзя пересылать. И то есть суть в том, что нужно именно ездить. Причем ездить, типа, практически каждую неделю. И, соответственно, короче, все слились просто. Компания, которая военная, именно для которой подрядчик этот выступил, она от этого подрядчика отказались. Вот. Ну и, типа, все, конец истории. Они, в результате контракт с подрядчиком был расторгнут, а на его место наняли для наведения порядка нового. Такая достаточно бесславная история. В натуре. Но вот ее почему-то этот чувак выбрал. Сейчас я вспомню, как его зовут. Она не то что бесславная, она как бы какая-то туповатая, если честно. В плане, в смысле, они тупые какие-то чуваки были изначально, когда они миллионами людей набирали и кидали их. Да я согласен. Это, в принципе, максимально какое-то недальновидное руководство. Каким образом вообще они оказались военным подрядчиком, понять невозможно. Каким они образом вообще, да, оказались, не знаю, управленцами, скажем так. Ну вот, да. Следующая история называется, следующий рассказ «Случай отказа». А предыдущий назывался «На работу за 3000 миль». И здесь именно картинка еще была приложена, типа, как ехать из Нью-Йорка в... Да, я видел. Соответственно, там, ну не в Лос-Анджелес, какой-то upper stop, но неважно. В общем, либо на машине 40 часов, либо 6 часов на самолете, но один грен – это как бы, да. 257 баксов, в конце концов. А это надо богодевать чуть ли не каждую неделю. Так вот, следующий случай «Отказа». Тут, причем, здесь уже именно хочется как бы словами автора говорить, но я попробую продолжить не словами автора. Короче, был такой чувак Себастьян, вот, и он был не особо воодушевлен на новой работе, он же много где работал, и как бы он просто нашел новую работу, потому что здесь более лучше платили, и он уже привык, что на всех работах, в общем-то, говно. Коряво продуманные требования, старые кодовые базы, полные спагетти кода, и так далее, и тому подобное. Он устал от старой работы, ему надоели одни и те же привычные лица, он просто нашел новую. Вот, ну и он пришел на новую работу, услышал, здесь еще просто красиво написано, услышал жжание и щелкание старых серверов Packard Bell, Себастьян просто опустил на несколько уровней свою планку требований к рабочему компьютеру и вернулся в новый ОИС. Ну и, короче, у него там бук с вистой, я не знаю, может быть, это просто реально старая история, вот, но, типа, у него ноутбук с вистой, он там полдня занимался настройкой полномочий администратора, урезал вот эту политику безопасности юзеров, User Access Policy, или как-то так она называлась, не помню. Он даже какое-то время мог притворяться, что это семерка. Потом пишет, чтобы испугать меня, потребуется что-то большее, подумал он и запустил Outlook. Во входящих уже была почта, несколько приветливых писем с информацией для новых сотрудников, а также первая задача от его менеджера. Впечатленный, если не сказать больше, эффективностью назначения задачи, он открыл письмо от своего нового руководителя. Первое письмо было примерно таким. Здравствуйте, Себастьян. Добро пожаловать в нашу идеально отточенную рабочую среду. В ней все делается правильно. При создании проектных документов вы будете работать с BonkWorld. Это веб-приложение для документирования компании IBM. Не забывайте часто сохранять работы. При аварийном завершении BonkWorld вам необходимо будет написать письмо в отделе IT для его перезапуска. Компания составляет проектную документацию. Пишите все в страдательном залоге. Используйте фиолетовый для обозначения заголовков глав и зеленый для заголовков разделов. Документы ежедневно проверяются президентом компании в 9 утра, так что будьте к этому готовы. Ошибки в заголовках станут черной меткой в вашем личном деле. Начните с проектирования решения проблемы со шрифтами на Macintosh, которые мы не можем решить 4 года. Завтра к 9 часам утра у вас должен быть готовый проектный документ из 6 страниц. Спасибо. Как-то еще и жестко. Да, он немножко труханул, что как бы 6 страниц до завтра. Но, говорит, похрен. Открыл BonkWorld, начал разбираться. Потом суть в том, что у него за день несколько раз вылетал и BonkWorld, и Vista крашиваясь. Я, честно говоря, у меня возник вопрос. На самом деле, Vista, конечно, то еще говнище, но она не то, чтобы прям крашиться каждый раз. То есть все равно с ней можно было работать. У них как-то коряво было все настроено. Может, у них железо-говно какое-нибудь странное, которое синьку дает. Да, у них либо железо-говно, либо домен, который именно политика безопасности юзеров корявый, потому что, ну, от этого тоже зависит стабильность работы. Не знаю. Ну, в общем, да. Ну, он, короче, он задержался на работе. Он описал в документе создание программы на Python для рендеринга каждого символа. Потратил две страницы на описание того, что можно было рассказать в двух словах. Ну, он пишет, если им нужно 6 страниц, они получат 6 страниц, думал Себастьян. Вот. Ну, он такой вот думал, блин, да похрен. Я как бы в течение как минимум нескольких лет я это выдержу. Надо платить ипотеку туда-сюда. Вот. И следующим утром, ровно в 9 утра, Себастьян находился в офисе своего менеджера, ожидая первой проверки проекта от президента компании, позвонившего по телефону. Себастьян чувствовал себя некомфортно от разговора с президентом напрямую, учитывая, что в компании было 60 сотрудников, но ему пришлось это вытерпеть. Он думал, что я сделал, как просили, в нужном объеме. Скорее всего, просто формальность, после которой я смогу приступить к работе. Спустя час унижения измотанный Себастьян вернулся, униженный измотанный Себастьян вернулся в свой офис. Ну, короче, на него быдлили, что заголовки разделов были недостаточно зеленоватыми, заголовки глав непростительно красноватыми вместо ожидаемых фиолетовых. И мы недвусмысленно намекнули, что нужно отладить шрифты не с помощью Python, а с помощью C++ и чудесных программных библиотек компаний. Ну, то есть у них там они есть. Ну, он такой подумал, что раз у них все так классно задокументировано, наверное, библиотеки компании тоже. Ну, нихрена. Он, естественно, не нашел никакой документации. Потом он, естественно, подумал, что код сам задокументирован. То есть заходишь, там комменты просто, и все классно. Заходят там ни хрена нет, там просто переписанный спагетти-код из стандартных библиотек, и вообще полное говно. Несмотря на полное фиаско, Себастьян держал удар. Его ежедневно вызывали для очередного раунда словесных запугиваний. Компания за 4 года не могла справиться с этой шрифтовой проблемой, тем не менее, ничто из предлагаемого им не устраивало президента. Себастьян отказался от собственной библиотеки компании, начав решать проблему на известном ему Python. В конце концов, если его все равно будут гнобить, зачем делать то, что тебе говорят. Но чтобы он не применял, собственный тестер на Python, или тестер Microsoft, или Apple, или Adobe, шрифт оставался полным хаосом. 488 неискоренимых, неисправимых и нерешаемых заплатками конструктивных ошибок. Ну, короче говоря, президент не признавал правду, он винил, что Себастьян просто лошар, и он неверно использует великолепные библиотеки на C++. Ну и все, короче, просто Себастьян уволился. Конец истории. Опять же, так бесславно вообще. Вы прослушали вторую... Бесславные ублюдки практически. Да, акт 2 это было. Да, акт 2. Акт 3, на самом деле, еще хуже, чем первый и второй вместе взятых. Еще бесславнее. Дело просто в том, что в здравоохранении в Америке все очень плохо. Там очень старые системы, и там много систем. Но ты сам понимаешь, здравоохранение – это как бы не ново, и внутри здравоохранения работает много систем. Есть там Java-приложения в браузере, там в Safari, есть там DotNet-приложения, есть даже Cabal-приложения в старых мейнфреймах. Ну, там какие-нибудь базы, я не знаю, условных там. Нормально, нормально. Я уже чувствую. И там именно есть проблема коммуникации между этими всеми программами, потому что, ну, понятно, что в Cabal-системах нет JSON-а, например, да? Ты не можешь просто обишками как-то это соединить и так далее. Там базы данных-то нет, там все в файлах хранится. Там, конечно, раньше был SGML, который потом в XML перешел, и это как бы даже и норм. Но суть в том, что из самых старых систем все равно нужно было парсить файлы. И тут, соответственно, написано несколько стандартных библиотек, но они не смогли. И, короче говоря, есть такая штука в здравоохранении у них, видимо, реальная. HAPI. HealthCare API. И как бы это, по сути, является объектно-ориентированным парсером текстовых сообщений отрасли здравоохранения. То есть там все как бы парсится именно через него. Это унифицированный такой язык. Ну и там, короче говоря, просто рассказано, что там для парсинга какого-то одного поля есть четыре метода. Не один метод с четырьмя параметрами, а просто четыре метода. И, соответственно, там нет такого. Естественно, тут непонятно, на каком-то странном языке. То есть вроде как бы типа какой-то JS, не JS. Но это просто странно как-то так написано. Я не понял, на каком это языке. Это что-то типа какого-то псевдокода. Потому что... Ну, оно может как-то и на PHP даже похоже. То есть цикл for здесь PHP-шный, например. Но зато тут int n. То есть это integer. Может быть, это c просто. Я как бы вот здесь не претендую на знатока C и C++, но неважно. В общем, на каком-то языке здесь написано реально просто несколько методов. И они, если крашатся, то все, оно просто крашится. И надо каждый раз тестить просто каждый метод, пробовать, смотреть, получается или не получается. Вот. Ну и, соответственно, в итоге там надпись, что «Аноним работал в здравоохранении и занимался поддержкой этой библиотеки, обернутой вокруг HAPI». Ему регулярно задавали задания, на выполнение которых отводилось по несколько недель по простому парсингу одного дополнительного поля. Потратив кучу времени на пережевывание томов документации, он написал общий парсер из одного класса в 300 строк с несколькими split, substring, parse, date и parse.int в качестве замены всего интерфейса. После этого добавление нового поля стало занимать не больше 10 минут. Нормально, нормально. Ну, то есть, вот… То есть, понимаешь, все еще, ну как все еще, то есть будут продолжаться, я чувствую, еще долго, вот эти вот проблемы с тем, что на самом деле написано было на Каболе, и еще никто никогда это не переписал и не перепишет никогда. Ну, я согласен, легоси, кодовые базы, они чем более легоси, тем страшнее. То есть, я в нашем здравоохранении же тоже работал, и там у нас были старые сетевые приложения на Клиппере, это ДОСовский язык такой, который там с Fox Pro одновременно был. Вот, и там были файловые базы данных, просто в dbf файлах все хранилось, вот, и у меня тоже были проблемы с парсингом этой инфы для того, чтобы передавать в свою новую систему, которую я писал. Но у меня, понимаешь, у меня это был вопрос один раз импортировать. То есть, я один раз написал условный парсер для того, чтобы мне это как-то все перевести, и все. А здесь это рабочие программы, обе, и они должны обмениваться инфой между собой. Постоянно. Да, и это уже как бы вот в разы сложнее. Вот, и да, то есть, ну, это всегда, всегда будут вот эти проблемы с легоси кодами, потому что даже вот раньше был XML везде, а сейчас уже на JSON тоже почти везде начали переходить, а дальше больше, дальше там GraphQL будет, ну и все такое. То есть, это все равно будет, это всегда будет, я думаю, какой-то такой проблемой, потому что, просто потому что. Это как проблема отцов и детей. Также проблема старых поколений ПО и новых поколений ПО, вот и все. Да. Ну, а мы пойдем к новым поколениям. Новый дубльгиз. На хабре написали, собственно, новость про то, что они теперь тестят новый дубльгиз, который теперь не в растровом дерьме, как они раньше там нарезали кусочками карту и предлагали вам, а в векторном. И можно прямо на beta.dubligiz.ru зайти и заценить, как оно в векторе работает. А из-за того, что в векторе, ты же понимаешь, какие плюсы. Во-первых, ты можешь крутить, вертеть карту, как хочешь, по-всякому, по-разному. Теперь нет вот этих швов между городами. Абсолютно бесшовная карта России нам представлена сейчас здесь. Россия, мира. Мира. Карта мира. Бесшовная абсолютно. Раньше ты можешь только в Челябинске, потом можешь только там, в той, в том городе, в том. А теперь, значит, везде. Вот. Пока очень сильно не доделано это дерьмо. Пока это только beta.bet. Вот. Они здесь, значит, пишут, гордятся тем, что, блин, мы тут на WebGL написали досвидос, чё. Значит, мы первые такие вообще в России, такие карты нахрен никто не делает в векторе. Мы просто суперкрутые чуваки. Вот. Но, как вы видите, пока это еще все сделано, ну, в плане того, что ты просто смотришь организации, просто можешь крутить, вертеть, приближать, смотреть, где подъезд, как попасть в дом, например, это круто. Но, например, вот сейчас нельзя маршрут построить. Вот те самые важные вещи в дубльгисе, например, маршрут нельзя построить. Вот я просто это вижу. Это я говорю, что я увидел. Не то, что они написали, а конкретно в новой версии, например, нельзя вот от точки до точки сделать маршрут. Это первое. А второе. Пока с поиском у них все не очень круто. Возможно, так и задумывали. Вот, например, если я, находясь в Челябинске, отдаляю карту даже до мировой, условно, карты или до карты России просто колесиком, то при вводе, например, в поиске «Кремль», например, он хрен тебе найдет «Кремль». Вот я просто посмотрел, попробовал. И он «Кремль» найдет только тогда, когда ты сначала напишешь «Москва», попадешь в Москву и потом из Москвы напишешь «Кремль». Например, Google Maps, они же могут искать по всему. То есть ты напишешь «Лувр», он тебе в «Лувр» попадет, находясь в Челябинске. Напишешь «Биробиджан», он попадет в «Биробиджан» и так далее. Вот, соответственно, тут как бы пока еще дубльгиз работают над этим, видимо, но не так быстро, не так быстро, хотя это уже, я считаю, супер шаг вперед к векторным картам. Это просто вообще хай-тек, короче говоря. Ну, слушай, я могу тебе так сказать. Я уже нашел «Инсталук» в Екатеринбурге по адресу «Чорса 56». Для тех, кто не в курсе, что такое «Инсталук», ныряйте по ссылке в описании. Промокод «Евебдизайн» получаете 7% скидку на любой ваш заказ до Нового года. Так, а как ты нашел? Ты ввел сначала Екатеринбург? Я просто перелетел в Екатеринбург отдалением и потом приближением в Екатеринбург. И там я непосредственно уже ввел «Инсталук», и студия подарков у меня показалась, и я могу видеть, что они тут со двора находятся, что у них все классно. Ни хрена. То есть можно прямо к ним прийти и магнитиков заказать? Да, они круглосуточно открывают свои двери, потому что написано круглосуточно. Охренеть можно вообще. То есть шторку ночью – это реально. Да, я не знаю, они прямо при тебе ее напечатают или как это будет, надо будет в фойе подождать чуть-чуть. Подушку, знаешь, типа спать захотел ночью, напечатал подушку, потом спишь на ней сразу. Вот, ну в Firefox не особо тормозит, я бы даже сказал, нормально работает WebGL твой 3D-шный. Ну все. Вот, я, честно говоря, всегда знал, что, во-первых, Новосибирск в целом, во-вторых, дубль ГИС в частности – это такая прям колыбель, так сказать, разработки. То есть они молодцы, они действительно классные вещи делают. Вот, поэтому можно только за них порадоваться, что они действительно первыми внедряют какие-то штуки. Вот, пицца имени есть у них тут. Да мы с тобой, на самом деле, у нас радужная нитья, опять же. У нас вообще в подкастах мы часто хвалим дубль ГИС, и самое главное, мы часто смоем темки про них. Так, ну, часто, относительно часто, не знаю, темок про Google карты. И это точно. Про Google карты мы не смотрим, и слава богу. Как-то раз про их новый интерфейс рассказывали, просто все. Кстати, про беду дубль ГИС мы тоже уже говорили, просто теперь она реально доступна. Да, да. Можно уже просто пощупать, так сказать. Можно посмотреть. И да. Так что это круто, это круто. У нас что-то сегодня с Хабра, я смотрю, вот следующая тема тоже с Хабра. Ну, да. Дайджест Хабра в этот раз мне больше всего понравился. Больше всего тебя пересетил, да? Конечно, да. Ну и что там, давай. Тоже про карты что-то, я так понимаю. Ну, кстати, да, да. Радужный, мы картычи сегодня. Это я даже не додумался, а да. Посеместное размытие спутников фотографий раскрывает местонахождение секретных баз. Банданоч нам написал эту статью. То есть это типа гектаймсовская статья на самом деле. Вот. И в чем суть? Суть в том, что есть такой закон, оказывается, который заставляет Google, Яндекс там и тех, кто чтит этот закон, а их в разных странах разные, блюрить объекты военные. По запросу, естественно. Не то, что Google и Яндекс сами знают, где там военные объекты. По запросу они просто блюрят и все. Вот. И, например, Google Earth периодически это делают по запросам, так скажем, западных стран. Америка, Франция. Франция, например, попросила Google затенить все изображения тюрем после того, как французский гангстер успешно организовал побег из тюрьмы, вдохновленный Голливудом. Он использовал дроны, дымовые шашки и даже украденный вертолет. Просто GTA V практически развязал. Вот кроме шуток, да. То есть по этой же схеме старый закон в Нидерландах требует от местных компаний размывать спутниковые фотографии, на которых есть военные и королевские объекты. И один раз даже компания, предоставляющая спутниковые фотографии, подредактировала фото, на которое попала воздушная база Волкил после того, как это фото приобрел Котаханс Кристенсен. Возможно, он тоже по GTA V там что-нибудь взорвал. Я думал, это актер, который играет Энакина в Скайуокер. Смешно. Это единственный Кристенсен, который может быть. Так вот, Яндекс.Карты, они пошли вроде дальше, а вроде просто в другую сторону. Они делают то же самое, но строго для Турции и Израиля. Яндекс.Карта? Да. Ну, я понимаю, почему. Я понимаю, почему Google Maps делает для Запада, как ты говоришь. У них офисы. Тупо офисы в Америке и во Франции, скорее всего. Ты имеешь в виду, что на них просто могут оттуда влиять. Просто приехать плюс бутылку и сделать, и все. Да. Или просто дерьбосики там CEO сидят и пердят, так сказать. И в Яндексе тоже в Турции, по-моему, и в Израиле там офисы и все. Ну, в Израиле точно, а вот в Турции, они, по-моему, на Турции всегда обкатывают дерьмо. Помнишь мем, что Яндекс все новые фичи всегда на Турции сначала пробует, а потом уже в продакшен выпускает там на ру-сегмент, так сказать. Ну, вот. Вот, да. Вот. Здесь, кстати, еще прикольчики, что типа на полном серьезе вот какой-то есть закон 97-го года. А, нет, это американский закон. Короче, есть договоренность с Яндекс.Картами, что вообще Израиль нельзя снимать в разрешении более лучше, чем 2 метра на пиксель. Просто запрещено со спутников. Вот. Ну, и тут есть пример, что вот Торонто, и там можно, говорит, мой велосипед рассмотреть. И там реально велосипед. А вот Израиль. И там даже тачки невозможные. Там просто говно размытое. Не, погоди. Это ладно, но там же можно еще по дорогам ходить. Ну, это я не знаю, насколько можно по дорогам там ходить. Вот если в Израиле, мне кажется, там нельзя. Возможно, и это нельзя, да. Да, да. Ну, в общем, смотри. Яндекс, либо их провайдер фотографий ScanX, то есть они тоже, это не их компания, а, видимо, какие-то их подрядчики. Они просто квадратами вот так размывают целые кварталы. Ну, я вижу, да. Суть в том, что, вообще, в чем суть статьи? Что они только палят больше. Ну, типа, что там что-то классное, туда можно что-нибудь делать. Ну, в случае, если это реально Яндекс.Карты и Турция, и Израиль, это военный объект. То есть у них прям в законе прописано, что это военные натовские объекты, условно говоря. Нормально. И, соответственно, это, ну, это просто тупо. Во-первых. Не, ну, причем на маленькой местности-то это вообще палево. То есть, когда, ладно, большая местность, там еще хрен найдешь такое. Вот как в России, например. Еще задолбаешься где-нибудь там в Сахалине искать. Вот. А у них-то там все рядом, понимаешь? И там палево. Я согласен. В Израиле это, в принципе, один большой город. Уже страна там, она квадратный метр, наверное, занимает. Вот именно. Просто и все. Вот именно. Вот. И самое тупое другое. Самое тупое, что в Яндексе заблюрено, а в Гугле нет. И ты, грубо говоря, если ты злоумышленник, ты можешь заходить в Яндексе, искать заблюрено, смотреть в Гугле И выпаливать в Гугле. И как бы уже что-то вот, ну, планировать там. Мы не то, чтобы мы там вас призываем, но как бы реально. Это просто тупняк. Тупняк. Поэтому, подчиняясь запросам на выборочные затемнения военных баз, картографический сервис на самом деле раскрывает их точное расположение, периметры и потенциальное предназначение всем достаточно любопытным людям, способным их увидеть. Вот такая вот бесхитростная новость. Прикольно, но палево. А интересно, в Дубльгисе как они сделают? Заблюрят они там или не заблюрят? Там-то можно вообще облететь, а там и повернуть теперь можно. Это же векторная хреновина. Куда пушки направлены, можно увидеть. Куда, значит, сколько танков, сколько этого всего. Ну, то есть, честно, я даже не знаю, как быть. Это тупо, но Яндекс в России, например, ничего не блюрит. Вообще в России никто ничего не блюрит. У нас потому что все под лодки все. У нас, да, у нас под лодки и под землей. Там хоть блюрь, хоть не блюрь, шахта просто замаскирована. Или над спутниковой. Над спутниковой. Они вот летит хреновина, которая фоткает, и над ней наша ракета летит. И лазер какой-нибудь, да? И стремительный. Да, и лазер. Ну, в общем, да. Хорошо бы, если так, потому что... Потому что пока что... Иначе это просто смешно. То есть, они реально это палят. И я уверен, что от этого только хуже. Ну, то есть, серьезно. Я согласен с автором статьи. Окей, идем дальше. Последние две финишные прямые темочки. Они не очень веселые, но они могут показаться интересными кому-то. Мы не зря их взяли. Первая тема – это то, что сооснователь Vine. Я думаю, все уже слышали, кто слушает наш подкаст. Скорее всего, они эту и новость слышали. Сооснователь Vine и HQ Trivia. Оказывается, HQ Trivia – это какое-то приложение, которое тоже было такое... Ну, было, в смысле, наверное, есть, я не знаю. Популярное приложение. То ли там практически то ли игры, то ли там какие-то конкурсы. Хрен его знает, короче. Там викторина практически. Викторина, да. И оно было раньше в топ-10, а сейчас оно в топ-500. То есть, оно все уже. Ну, короче, Vine тоже само по себе – это какая-то хорошая идея и стартап. Так вот, сооснователь этих двух стартапов, можно сказать, умер от передозировки в 35 лет. Вот в возрасте 35 лет. Недавно совсем. Колин Кролл, глава и сооснователь мобильной викторины HQ Trivia, также некогда популярной социальной сети Vine, найден мертвым. Короче, передоз наркотой, скорее всего, предположительная причина смерти. Там тупо, короче, у него девушка позвонила в правоохранительный орган и говорит это. Ну, типа, что-то ничего не отвечает, пацан. Все, они к нему приезжают, он, короче, все. Ну, он там, типа, найден с приспособлениями для ввода наркотиков, как здесь написано. Я согласен, так смешно звучит. Я тоже это читаю и ржу. Ну, видимо, там не просто с баянами, так скажем, а что-то, что-то по... Я думаю, просто баян плюс жгут. Ну, то есть, мы не пропагандируем ни в коем случае, но мне кажется, достаточно банально там все. Возможно. Короче, вот ему было 35 и такая история. Я не знаю вообще, я такое чувствую, что это какая-то была тихая новость. Мы с тобой нашли несколько источников, есть про нее, но, знаешь, ну, не Лил Пип умер, скажем так. Потому что там-то все узнали, а тут, ну, какой-то чувак из... Я-то чуть-чуть вник. Суть в том, что, во-первых, Вайн его твиттер закрыл. Его, во-первых, твиттер купил 6 лет назад, и год назад он его закрыл. И HQ Тривия тоже, она не когда он умер, обвалилась, а раньше. То есть, у него, грубо говоря, были все причины передознуться, потому что все плохо. Ну, причин у него не было. Суть в том, что, в смысле, имеется в виду, что он мог отчаяться, ты имеешь в виду, и третий стартап уже не сделал. Да-да-да. Ну, и тут смешно, что передозировка кокаином и героином, то есть, знаменитый спидбол. Да-да. Но это, короче, видимо, очень жесткая тема, когда ты именно мешаешь эти два дерьма. Как водку с пивом. И походу досвидосик. Да. Короче, вот у нас будет следующая тема, как бы, более длинная в продолжении этой темы. Вот. Но перед этим я хочу сказать для тех, кто сейчас как раз, возможно, сейчас самые такие пораженные чуваки ушки на вас стрель, такие нихрена про наркоту. Короче, есть крутая, практически, хотел сказать, легальная, а она нелегальная у нас в России. Короче, в общем, у нас есть чатик в Телеграме, который вы можете найти, ссылку на него на youwebdesign.ru slash about. У нас есть чат нашего проекта, youwebdesign, собственно. Можете найти его на youwebdesign.ru slash about, и там зайти и общаться с еще 200 плюс такими же чуваками, как вы, практически, на схожие темы, на какие-то веселые темы, возможно, мемчики, возможно, что-то еще, возможно, с кем-то познакомитесь, будете переписываться там. Мы всегда рады новым людям, на самом деле, даже если вам покажется в этом чате, что вам не рады, вам все равно рады в любом случае, поэтому заходите, youwebdesign.ru slash about, там, тем более, вообще все ссылки есть на этой странице, на нас. Можете позаходить, посмотреть, даже, возможно, Google+, Саня еще не убрал, не успел. Успеете подписаться, пока этот сервис еще жив. Ну, контента там не ждите, но тем не менее. Хотел я пошутить, в отличие от сооснователя Vine, да, но не буду. Не от самого Vine, да. Да. Ну, короче, ладно, идем дальше. Последняя, заключительная тема, в плане, в смысле, финальная в этом подкасте. Приход нормальный, она называется, на lenta.ru. Уже 20 ноября, точнее, эта статья была написана уже здесь. И эта статья о том, что вообще, оказывается, наркота не просто влияет на наши жизни, там, и в том числе вот так вот можно передознуться, как чувак из Vine, но и в том числе на экономику. Здесь в этой статье описано то, что на самом деле это не миф и некрасивые какие-то прикольчики и приколюшечки, как в фильме «Волки с Уолл-стрит», если кто смотрел. Или вообще, кто знает, что финансисты, трейдеры и вот такие вот чуваки, которые, ну, там, всякие руководители компаний, топ-менеджеры, естественно, они ни для кого не секрет, что со стрессами справляются в основном наркотическими приспособлениями, как там было написано. Вот, значит, причем это как бы не 100% людей, то есть есть и чуваки, которые не злоупотребляют, и есть чуваки, которые вообще не употребляют, это естественно. Но, как показывает практика, большинство чуваков реально на чем-то сидит. Возможно, плотно сидит и не может даже без этого начать день, как здесь написано в статье. Я не буду, естественно, здесь очень классно, как будто расследование написано в статье, прям так, как будто вот какую-то документалистику почитал, посмотрел. Вот, я просто какие-то вспышки вам расскажу. Короче, ну что, во-первых, на Уолл-стрит, естественно, там, где конкретно бабло самое и чуваки, которые про бабло, они кокаинщики в основном. И кокаинщики, потому что, короче, им нужно ускоряться еще больше. Типа, это было популярно давно еще, и, короче, потом я расскажу, на что чуваки дальше перешли, но в основном они были кокаинщики, и, ну, и сейчас, естественно. Потому что, типа, надо ускоряться, чуваки, без сил, в какой-то момент ты уже не можешь торговать акциями, тебе надо, ну, не просто, знаешь, монстра выпить энергетик, да, а реально бахнуться каким-то дерьмом, чтобы тебя ускорило. Вот, и, короче, очень многие чуваки из-за этого, видимо, кокаин, какой-то побочный эффект и влияние на тебя оказывает, что ты становишься чуваком, который вообще риск у тебя башку срывает, и ты не понимаешь, когда ты рискуешь, когда ты не рискуешь, и не можешь вообще продумывать риски. Вот те самые, которые как раз очень критичны для чуваков, которые, соответственно, торгуют баблом, и для трейдеров, и для всех вот этих чуваков. И, соответственно, когда у тебя нет вот какого-то такого страха, грани, какого-то рисков, ты можешь заключать такие какие-то сделки или играть как-то там на бирже так тупо, что, короче, ты просто тупо проигрываешь бабло, и, короче, неправильно вкладываешь акции и так далее, и экономика пляшет из-за этого очень дико, из-за того, что люди просто тупо на кокаиновые чуваки, потому что у них уже вообще притуплено вот это вот, вот этот страх, вот этот, вообще, как понимать риски, короче, бабла. Ну и вообще любые риски, скорее всего, жизни, я думаю. Вот. Здесь рассказывается про конкретных персонажей, которые вообще прям чуть ли не в офисах. У чувака у одного, который вот здесь на изображении, здесь он как будто какой-то Дон. Бернард Мэйдов, вот этот вот чувак, он прославился тем, что у него в кабинет, кабинет назывался что-то типа снежная, какая-то там снежная лавина практически, или что-то такое. Короче, Северный полюс его, его кабинет назвал Северный полюс, потому что у него тупо везде был кокаин. И он угощал его всеми, короче, все чуваки у него снюхались там до свидос, короче, и он сам, естественно, там было страшное дерьмо. Но, короче, пацаны себя ускоряли максимально. Вот. Потом дальше другая мода пошла. Видимо, чуваки поняли, что вообще кокаин и герейн это опасные вещи, в том числе и передозировка, и бывает ну, нечистое дерьмо, короче. Они перешли на аптеку, конкретно на фарму, короче говоря. Они начали употреблять то, что продается в аптеке, естественно, по рецепту выписывается людям, с очень трудными болезнями, практически кто-то с неизлечимыми болезнями принимает такое дерьмо. Но они принимали такое дерьмо и принимают по сей день. И вообще там сейчас, насколько я понимаю, модно, вот, в том числе, если вспомнить Лил Пипа, того же, про которого мы вспоминали, он же, там была тема про... Я не знаю, это точно или нет, но там конкретно Ксанокс, который, это же типа хрень, которая тебя успокаивает, успокоительная, какая-то очень сильная. Да, траконизатор. Да, и, короче, вот сейчас эта тема наоборот. Короче, чуваки на бирже начали с ускорения понижать, наоборот, свои темпы, употребляя вот такое дерьмо, именно которое тебе вообще понижает все твои, короче, какие-то рецепторы твои, ты там, короче, вообще ни хрена не чувствуешь, и ты становишься очень замедленным чуваком. Ну, соответственно, тоже на экономику это повлияло не очень, короче, они стали курить марихуану, и, ну, стали курить, короче, так скажем, возможно, у них не переставало в крови идти марихуана, вообще, в принципе, быть, короче, в общем, из-за этого, собственно, другое влияние на организм и другое влияние на психику это все оказывало, и ты становился чуваком, который заторможенный, вообще не могущий никакие принимать решения нормально, потому что ты просто не соображал ни хрена в реалиях жизни, ты казался, тебе все казалось каким-то таким заниженным, неопущенным, заниженным, в общем, ты где-то вот находился на нижнем уровне сумрака, вот, соответственно. Ну, там чуваки говорят, что вообще сейчас тема, видимо, у всех в том, что они бодяжат и фарму, и как они это называют, уличные наркотики, то есть кокаин и героин, вот, они и то, и другое с утра, значит, ускорились, вечером замедлились, и нормально вообще происходит, хорошо все у пацанов. Причем здесь конкретно, на самом деле вот так, если без шуток, есть комментарии от чуваков, от врачей, и они говорят, что типа мы вообще рофлим-рофлим, типа, и не только рофлим, но и в фильмах показываем, и в поп-культуре развиваем, продвигаем, значит, эту тему, но это на самом деле ничего шуточного, здесь никаких приколов нет, это как бы супер угроза для жизни и угроза для экономики, в том числе, если это люди-трейдеры. Ну и, короче говоря, это как бы не типа не юмор вообще, ни хрена, а это серьезная проблема людей, которые просто изменяют свою реальность, изменяют, ну, в том числе, практически состав своего тела, условно говоря, изменяют. Вот, ну, здесь есть кусочек, раз мы уже сказали наркотики войти, то надо оправдать это. Здесь есть кусочек про то, что в Кремниевой долине чуваки очень сильно выбирают почему-то герыч, там чуваки вообще выбирают именно галлюциногенное дерьмо, потому что принято, ну и Стив Джобс, типа, вот когда-то сказал, видимо, разочек там сказал, что типа круто под кислотой там, короче, придумывается дерьмо какое-то, и вообще, типа, какой-то чувак, если ты не жабнул там и не придумал какое-нибудь дерьмо. Короче, у них это практически вообще нормой является употреблять галлюциногенные там грибы, реально, тут чуваки говорят, отвары из грибов, короче. В общем, жабают именно галлюциногенные хрени, чтобы, естественно, видимо, придумать какой-то гениальный стартап. Но, как вы понимаете, за раз, за одну секунду стартап гениально не придумать, и они употребляют это просто на постоянной основе, чтобы быть постоянно под кайфом, и под кайфом, ну, такой измененной реальности, когда ты видишь все в других красках, и для тебя, ну, короче, все воспринимается по-другому, соответственно. Короче, они именно чуваки в Силиконовой долине, употребляющие ЛСД, короче, и всякий такой досвидос, когда они просто именно меняют реальность по полной. Да. Ну, короче, типа, как будто фантазию стимулируют, можно так сказать. Для них это как бы психостимулятор, вся эта тема, короче. Потом еще там была тема про вот этот наркотик, который употребляет... Мы его видели с тобой в... Уж знаешь, где мы с тобой его видели? Мы с тобой его видели в «Волке с Уолл-стрит». Там конкретно они в один момент упоролись хренью, которая их не впирала долгое время, когда потом вот эта знаменитая сцена, где Ди Каприо из тачки вылазит со слюной. Вот. Он думает, что он нормально ехал ровно до дома, а на самом деле он ехал во все врезался и вылезал из тачки со слюной. Это было до свидос. Вот. Как-то это называется тоже на «М». Короче... Нет, там они «Лимон» какой-то, они это называли. Сейчас я найду, подожди. Тут это где-то написано было? Да-да-да. Волксволл... Там... Волк... Вообще, я попробую найти. Тут контроль-ф просто. Джордан Белфорд, вот этот чувак, который типа «Волксволл-стрит», он использовал... 90-й популярным клубным наркотиком стало снотворное. Вот, снотворное. Они, когда я говорил про понижающее дерьмо, «Метаквалон». Вот. И они его, короче, употребляли вообще там под освидосом. Да, кстати, здесь опять же, раз вам нравится про IT, а мы сказали наркотики в IT и про Силиконовую долину, здесь, короче говоря, во-первых, здесь написано, что все топ-менеджеры практически сидят на этом дерьме. Эппл, хренепл, любая компания, никто вообще не парится. Твиттер, Гугл, Яху, Фейсбук. Пацаны употребляют под освидосу вообще очень сильно. Конкретно психостимулирующее дерьмо. Очень сильно. Вот. И в конце заключительная про Маска, что Маск на самом деле, почему вот мы сейчас смотрим на него и иногда кажется странным вообще его поведение, это, скорее всего, все-таки он реально сидит на дерьме. Причем, ну не то, что скорее всего, во-первых, он это говорит, что он сидит на дерьме. Во-вторых, он реально делает странные вещи, которые, вот, например, он же в Твиттере хрень писал, что его там отстранили от директорства Теслы или чего там. И, короче, был скандал вот досвидосно недавно. Это реально, короче, чувак. Он употребляет хрень. Видимо, он, я не знаю, то есть, я так и не понимаю, все-таки что первопричина? То, что он зарабатывался сильно и не мог уснуть? Или то, что он просто это жабает и, короче, и нормально, но он употребляет тоже какое-то суперсильное снотворное, какое-то успокоительное, чтобы засыпать, короче. В том числе, он курит травку, это он просто так говорил и чуть не в эфире там курил, короче. Ну, типа, для него это норма. Видимо, в штате, где он живет, наверное, это в Калифорнии, наверное, она разрешена и вообще никто даже ни слова не сказал. Вот. Хотя это гифка везде была, где он курит косяк-то, короче. Суть в том, что он реально сидит на каком-то снотворном жестком, которое вообще как наркота очень сильная. И он именно, короче, была какая-то тема, у него брали интервью и он сбивался именно со смеха на слезы, короче, и со всякого на всякое. Я сейчас вспоминаю, мы с тобой как-то рассматривали его интервью, когда он рассказывал про то, что он расстался там с девушкой, короче, вот это все. И у него тоже были суперэмоции. Я вот сейчас начинаю вспоминать это флешбеками, что, возможно, он просто сидит на дерьме. И он, короче, вообще уже очень сильно не контролирует свои эмоции в этом плане. И поэтому пишет всякое дерьмо в Твиттер, короче, под этим. И, в общем, ну, короче, страшно происходит. И поэтому он такие неадекватные поступки, возможно, делает, совершает, короче. В том числе какие-то акции компании у него там падают и так далее. Короче, в общем, чувак возможно жестко подсел на хреновину. Ну и, собственно, вот такой вывод, что великие люди, казалось бы, ну даже как великие, для кого-то великие, для кого-то невеликие, но просто я имею в виду люди, которые управляют чем-то, в том числе экономикой, а в основном типа трейдеры и вот такие чуваки, которые реально могут за один раз обрушить акции, короче, просто сидят тупо на наркоте и могут вообще не понимать, что происходит. Вот такая статья. Тут, на самом деле, очень сложно комментировать, это достаточно печально. Ты уже такой вот так размазанный сидишь, слушайте, комментировать, это нормально. Вот. Тут просто еще предпоследний абзац такой интересный, что тема в том, что сейчас еще, ну, ты сказал уже, да, про поп-культуру, что вот в кино показывают это, и это, на самом деле, не только ну там, типа красивая история, типа. Это еще и просто удобная ширма для того, чтобы проблему не воспринимали сильно серьезно. Ну да. Ну, на самом деле, просто, ну, это же в кино так, да, в жизни-то стопудово же не так. Ну или нет, или, знаешь, ну, типа, раз ушло, напотреблял, то и мне ничего не будет, типа вот такое. Да нет, ну это-то это странная, так сказать, мотивация. Здесь именно он, вот этот психиатр-нарколог Тимур Алиев, который является комментатором здесь на Ленте.ру, ну, точнее, их консультантом, что ли, в этой статье. Но он говорит о том, что, типа, те, которые чуваки реально, просто про киноиндустрию все то же самое говорят. То есть, что там тоже все торчат. Ну, в Голливуде торчат. И, типа, что все люди, которые действительно принимают какие-то решения и торчат, они пытаются это скрыть именно вот этим фактом, что они это в поп-культуру вносят. И вроде как, ну, типа, вот это оно так вот в кино, а в жизни оно не так. Типа, чтобы прикрыть то, что в жизни оно как раз ровно так же и есть, потому что вот беда. Кстати, про Лил Пипа, он Ксанок смешал с Фентанилом. Фентанил — это, ну, сильнее героина еще, опять такой жесткий. Поэтому, ну и там... Там еще, я сейчас зачитаю, это смешно. Ну, давай. Так, значит, в отчете указано, что причиной смерти Лил Пипа стало комбинировано токсичное действие Фентанила и Альпразолама, но Альпразолама — это Ксанокс. Также в крови рэпера обнаружили следы марихуаны, кокаина и опиоидный болеутоляющий тромодол. В моче также нашли следы этих наркотиков, также других мощных опиатов — гидрокодон, гидроморфон, оксикодон и оксиморфон. В отчете также указано, что в крови перед своей смертью рэпер не употреблял алкоголь. Ну, слава богу, хоть алкоголь не употреблял. Не мешал два кайфа. Да, то есть тут как бы, ну, реально уже зашкаливают какие-то штуки. Ну, да, ну, чувак... Ну, тем более, я хотел сказать, что в 27 год, наоборот, в 27 год, по идее, ты, конечно, суперздоровый чувак, и ты как раз много чем можешь выдержать. Но, видимо, не все то, что мы сейчас перечислили. Не выдержал. Да, да. В общем, да. Это такое дело. Надо быть аккуратным. И... Я думаю, что надо не употреблять наркотики. Это стопудово. Я это и имел в виду под быть аккуратным. В общем, ты, походу, все-таки тебя размазала. В общем... Короче. Сворачиваемся. Идем дальше. Сворачиваемся. На обойку. На обойку сворачиваемся. Вот. Обоечка. Я, знаешь, сразу скажу, что я вижу тут Челябинск. Это, кстати, это фоточка Сансплэша, как и все наши обойки. Ссылки, кстати, на обойки всегда в описании. Во-вторых, это фоточка русского чувака. Вот. Но он не указал геопозицию. Поэтому мы с тобой можем только думать, Челябинск это или нет. Вот. Но... Судя по трубам? Судя по трубам, да. Судя по реке, нет. Какая-то она слишком широкая. И чисто. Я это хотел сказать. Ну. Да не, у нас действительно чисто. Я же по ней сплавлялся. Там нормасик все. Там грязно. Теперь только там, где для саммита строят конгресс-холл странный. Сраный. Ничего, скоро там чисто будет. Смешно. Потому что просто уже, ладно, все, не важно. Где наш подкаст? Мне хочется от тебя узнать. От меня, от тебя. Ну, я думаю, что наш подкаст это вот такая хреновинка, к которой лодка крепится. И эта хреновинка, она держит как бы нашего слушателя. Лодка это слушателя. И, короче, она держит слушателя, пока тот слушатель пошел купаться, короче. Вот. И он, значит, приходит, может отвязаться от подкаста, послушал, значит, его и дальше поплыл. Мимо труб. Это неплохо. Это, кстати, даже действительно интересная идея. Пости у Джобса. Вот. Опять же. Я другое думал. Я думал, что мы, это с тобой две трубы. Так. Они нарядные, смотри, мы тоже уже практически новогодние. Мы с тобой, но видно, что мы с тобой ситхи, потому что мы отражаемся красным. Причем полностью, да. То есть мы не на светлой стороне, да, как будто бы. На самом деле, это, конечно, не так. Мы супер добрюньки. Вот. И мы good guy, я бы сказал. Смотри, мы не дымим на этой картинке. Не дымим. То есть у нас все фильтры установлены, и все четко у нас в подкасте получается. Вот. Потому что наш подкаст, это дым, которого здесь не видно, но он есть, как ежик. Вот. Он просто отфильтурный, да. Никаких выбросов нету в атмосферу вредных. Наши слушатели спокойно могут это все воспринимать, вдыхать, дышать нашим подкастом и двигаться дальше по жизни. Это не пропаганда нашего подкаста. Нет, абсолютно. Короче говоря, все круто. Подписывайтесь на нас в разных соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме. В Ютьюбе пишите комментарии, ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчик. в Айтюнсе пишите нам отзывы, ставьте звездочки. Давно так отзывов в Айтюнсе не было, чуть ли не с августа или с июля даже. Напишите кто-нибудь отзыв в Айтюнсе, кто еще не написал. Не впадал. Вот, да. Как мы говорили в школе, не впадал даже. Вот так. Не впадляк. Короче говоря, будьте зайками, напишите нам отзывы. Увидимся уже, как обычно, через неделю. Я думаю, через неделю еще ничего не изменится. Посмотрим как-то. Да, конечно. В смысле, год не изменится на календаре. Год точно не изменится, да. В четверг с патронами, в пятницу с всеми остальными. Гондон. Хорошо, сейчас было, да. В пятницу со всеми остальными, в общем, попутного вам ветра. Лодочки подкастовые. Давайте. Привязывает, говорит, столбик, говорит, который нормально. Он наклонился, обратил внимание, чуть-чуть. Как-то неровно уже стоит, видимо, да. Ладно. Пора. Пора уже честь знать. Всем пока. Увидимся через неделю. Давайте. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok